Приключения, обробавшиеся после первого диалога, я продолжил в стихах. Две маленькие неяркие звезды из-за трубы Балашовского особняка взглянули на меня глазами человека, заболевшего желтухой. «Приехали Сережа», — тихо сказал я, беря его за руку. Всю остальную часть ночи он пил свой есенинский коктейль, водку с пивом. Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его «Ершом» и пили чайными стаканами. А женщину в норковой шубке я встретил через 27 лет в коридоре мягкого вагона «Москва-Сочи». Она уже была почти старухой, старой, с широким задом и жирными руками в синих жилках, как на мраморных пепельницах. Но улыбалась все так же мило, стараясь не обнажать зубы, которые больше были похожи на пинковую прокуренную трубку, чем на поддельный жемчуг. Но улыбка, выражение глаз сохраняется несколько дольше, чем кости кожи вокруг век. «Я вас узнала с первого взгляда», — сказала женщина, — «а вы меня с третьего, правда?» «Правда», — ответил я, так и не научившись быть очень приятным. «У каждого человека есть своя маска. Ее не так-то легко сбросить». На другой день в Балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин. «Дай, Серега, взаймы пять червонцев», — сказал он Есенину. «В субботу отдам, будь я проклят». «Нет, не алты, но душа моя». Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол. «Все, что найдешь, твое, без отдачи, богатей». Он имел обыкновение рассовывать деньги по карманам, но на этот раз во всех было пусто. Орешин взял бумажник и стал деловид обшаривать его. «Вот так камуфлетено». Мужиковствующие поэты щеголяли подобными словечками. «О тебе, Петр, в Библии сказано, шеи у него жилы железные, а лоб его медный». «Признавайся, Серега, а в карманах?» «В карманах есть», — взглянул на Есенина взглядом испытующим и завистливым. Ершистые брови зло двигались. «Ищи, — сказал Есенин, поднимая вверх руки, — ищи!» Орешин дотошно искал, выворачивая карман за карманом. «Где научился обшаривать-то? В грозыске, что ли?» «И впрямь не шпинта. В решите чудо». «А штиблеты скидывать, играя в покорность?» — спросил Есенин. «Может, там найдешь рубликов триста? Под пяткой его у меня». «Дурак!» — хмуро выругался Орешин. «Какого же черта на богатой старухе женился?» Есенин стал белым, как носовой платок, но не ударил. «Не ударил Орешина, а только сказал, — ах, Петро, Петро! Не о тебе ли с твоими друзьями, повшивому парнасу, — говорено в древности, мы благословляем вашу наивность, но не завидуем вашей глупости?» Есенин и Дункан жили в одной комнате, а как будто в разных. Он в своей, она в своей. Казалось, что они перекликаются через толстую каменную стену, они разговаривают. «Эх, гори да догорай!» — моя лучина, — пел Есенин со своей пленительной хрипотцой. Его жизнь сгорала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренные папиросы. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого. Мужиковствующие поэты, актеры с подбритыми бровями, Непманы из Толешникова переулка, присосавшиеся к богеме и прочие ей присные, все это были только цветочки. А уж ягоды, полные горечи и отравы, созрели за границей, в Европе и в Америке. Перед отъездом за границу Дункан расписалась с Есениным в ЗАГСе. «Свадьба!» — веселилась она. «Пишите нам поздравления! Принимаем подарки, тарелки, кастрюли и сковородки. Первый раз в жизни у Изодоры законный муж!» «А Зингер?» — спросил я. «Это тот самый швейные машины. Кресс нашей эпохи. От него были у Дункан дети, погибшие в Париже при автомобильной катастрофе. Зингер?» — «Нет!» — решительно тряхнула она темно-красными волосами до плеч, как у декадентских поэтов и художников. «А Гордон Крэг?» — «Нет!» «А Данунцио?» — «Нет!» — «А нет, нет, нет!» — Сережа Первый законный муж Изодоры. «Теперь Изодора русская толстая жена!» — отвечала она по-французски, прелестно картаве. Илья Ильич, административное лицо при московской школе «Айсидоры Дункан» показал мне журнал, полученный из Нью-Йорка. «А вот и наши!» — сказал в нос Шнайдер. У него был хронический насморк. На цветной фотографии я увидел смеющуюся Изодору и не смеющегося Есенина. Она снялась в ярко-синей широкополой шляпе с белыми перьями, в ярко-синей пелерине, подбитой белым шелком. В руке был ярко-синий зонтик, окаймленный пеной белых кружев и так далее. Все ярко-синий с белым. А он от шляпы до подметок светло-сером, словно отлит из серебра, легкий, ладный. «Как Дэнди лондонский одет!» — прогнусавил Шнайдер. «Вот вам и рязанский мужичок!» Кстати, мужичок-то Есенин был больше по слову. Дед его, заменивший в попечении отца, гонял по океи Волги собственные баржи, груженные хлебным товаром. Под роскошным цветным клише стояла подпись «Айсидора Дункан со своим молодым мужем». Я ударил кулаком по журналу. «Мерзавцы!» Шнайдер улыбался своей администраторской улыбкой, одновременно приторной и наглой. «Американцы без церемоний!» Он протянул мне второй журнал-подпись «Айсидора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом». «Его фамилия их не интересует», счел своим долгом пояснить Шнайдер. «Муж Айсидоры Дункан, и этим все сказано». В далеком детстве жирная коричневая пенка в молоке вызывала у меня физическое отвращение, досудорог в горле. Теперь такое отвращение вызывал этот администратор. Продолжение следует, Анатолий Борисович. Передо мной газеты, журналы, целая экипа. Есенин в них существовал только как молодой супруг. Ужас. А Шнайдер Гнусавя иронизировал. «Какая честь для нашего Сережи!» «В конце концов, я, кажется, дам по физиономии этому хроническому насморку. Наслаждайтесь, Анатолий Борисович. Через два часа я должен вернуть в Неркомпрос всю американскую литературу. Сами наслаждайтесь, черт вас дери. Это весьма похоже на хамство, не правда ли?» «Безусловно». Отвернувшись от Шнайдера, я вижу через немалое пространство есенинские глаза в кровяных ниточках. Вижу его щеки и лоб, словно обтянутые полотном. Слышу, как скрипят его челюсти. А у Шнайдера слова, как блохи, прыгали с языка. Сергей Александрович только мечтал греметь на оба полушария, как лорд Байрон. Помните? Вот вам и лорд Байрон. Шнайдер поторопился жениться на некрасивой Ирме Дункан, приемной дочери Изодоры, чтобы разъезжать по Европе и обеим Америкам. Но не вышло. И вот, сидя на причистинке в опустевшем особняке, он захлебывался желчью. «Один мой приятель», — не умолкал Шнайдер, «в схожих обстоятельствах говорил о собственной персоне, женился по расчету, а вышла по любви». Ха! Есенин не слишком был скромен, когда писал, говорил и думал о себе. «Но где ему в этом до Гоголя? Меня теперь нужно беречь и лелеять», — писал Николай Васильевич из Италии. «Пусть за мной приедут», — это из Москвы в Рим, Михаил Семенович и Константин Сергеевич, Щепкин и Аксаков. «Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет, они сделают небесполезное дело, они привезут с собой глиняную вазу, а в этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь». Тут нет и тени улыбки, ни самой микроскопической дозы иронии, нет, богоизбранники не шутят, фанатики не иронизируют. «Ах ты, Боже мой!» — сетовал я. «Почему же у Есенина не было хоть малой крохи Ангоголевского? Меня нужно беречь». Много позже Айсидора Дункан, оставленная Есениным, рассказывала мне со слезами на глазах. «О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна быть в обществе приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума, везде разговор. Тут, там называют его имя. Говорят, хорошо. А в Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме Есенина. А ведь вы знаете, какой он мнительный, и это была настоящая трагедия. Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. Это при его-то гордости, при его самолюбии. Он делался злой, как демон. Его даже стали называть «белый демон» — банкет. Нас чествуют речи, звон бокалу. Сережа берет мою руку, его пальцы, как железные клещи, и задора домой. Я никогда не противоречил. Мы немедленно уезжали, ни с того, ни с сего. А как только мы входили в свой номер, я еще в шляпе, в манто, он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить. Правду, сука, правду, что не говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь? Я хреплю, уже хреплю, хорошо говорили, хорошо, очень хорошо, но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье. Айсидора Дункан любила Есенина большой любовью, большой женщиной. Жизнь была к ней щедра и немилосердна. Все дала и все отняла. Славу, богатство любимого человека, детей, детей, которых она обожала. Есенин уехал с причистинки над Ломленным, а вернулся из своего свадебного путешествия по Европе и обеим Америкам, безнадежно сломанным. Турне, турне, будь она проклята, это турне, говорил он, проталкивая чернильным карандашом тугую пробку во внутрь бутылки Мартелевского коньяка. За здоровье, Киренка. Хватит, Сережа. Он и так здоров. Послушай, как чудесно написала жизнь Иван Сергеевич Тургенев. И, положив руку мне на колено, он с душевной хрипотцой в голосе медленно читал следующие строчки из какого-то тургеневского письма. «Нужно спокойно принимать ее немногие дары, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады. И они далеко не уйдут». «Хорошо, Толя?» «Очень». «И мы оба молчали. Нам всегда было нетрудно и помолчать, потому что оба знали, о чем молчим». «Когда-то, как я упоминал, мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало, мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре к ряду нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги, его мои, мои его, проще говоря, и те, и другие наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали их друг другу. Мы всегда, повторяю, знали, кто из нас о чем молчит. К слову, в 1955 году редакторы литературной невежды вроде Чагина вычеркивали из книг Есенина его посвящение мне. Сегодняшние пижоны и стиляги в таких случаях говорят «культурненько». «Обнимаю вас дружески». Это значит гораздо больше, нежели братский. Так Александр Иванович Герцин заключил одно из своих писем. Повторяю, до чего же мне это понятно и близко, до чего же я всем своим существом за это избирательное родство мыслящих русских людей. «Да, и они далеко не уйдут», задумчиво повторил Есенин. «А ты говоришь купаться?» «Что?» «Да нет, это я так». Заломив руки, он стал потягиваться. Так потягивается и собака, и кошка, когда им не в моготу, а душевной тоски. «Знаешь, Толя, сколько народу шло за гробом Стендаля?» «Четверо. Александр Иванович Тургенев, Мериме и еще двое неизвестных». Я невольно подумал, «Да чего же Есенин литературный человек?» По большому хорошему счету литературный. А невежды продолжали считать его деревенским пастушком, играющим на дулейке. Взяв с кровати светло-серую шляпу в пятнах от вина, он сказал, «Моцарта похоронили в общей могиле, в вагиле для бродяг, и стал легонько насвистывать. Эх, яблочко, куды котишься! Жизнь, жизнь, жестяночка ты моя, перегнутая, переломатая!» И промял ямку в шляпе. «Подожди, Сережа, куда ты? Прощай, дружа!» Целуй в нос своего пострела. «Эх, яблочко!» Он забыл на столе свои телеграммы. «Ялта, гостиница «Россия», Айсидори Дункан. Я люблю другую, женат и счастлив, Есенин. И черновик этой телеграммы. Я говорил еще в Париже, что в России я уйду жить с тобой, не буду сейчас. Я женат и счастлив тебе, желаю того же, Есенин». И еще вспомнилось два наших дворника-близнеца, пыхтя, внося в комнату громадный американский чемодан, перехваченный, как бочка, толстыми металлическими обручками. Вслед пошатываясь, входит Есенин. Его глаза в сухом кошачьем блеске, лицо пористое и похоже на мартовский снег, что лежит на крышах. «Вот, Оля!» Кивает он на чемодан. «К тебе привез!» От воров. И скользящим подозрительным взглядом окидывает комнату, не доверяя углам, где и собачонки-то не утаиться. «От каких, Сережа, воров?» «Кто же это?» «Где они?» «Кругом воры!» «Кругом!» Дворники-близнецы, почесывая бороденки, согласно гнут шеи. Истинное слово, Сергей Александрович. Разбойник на разбойнике сидит. «Раздевайся, Сережа, давай шубу!» «Сюда, сюда, братцы!» «Кофер!» «К этой стенке!» Дворники двигают чемодан, кряхтением увеличивая его тяжесть. «Хорош кофер!» Негры в Америке прямо с третьего этажа его на асфальт скидывают. И ни хрена, целеха нет. Дворники одобрительно похлопывают чемодан, как добрую лошадь. Есенин сует им несколько бумажек. Что, братцы, взапрели? Тяжел дьявол. Книги там. Одни книги. Они ведь, что каменюги. Хитрит Есенин, чтобы не позарились на его имущество. Дворники благодарят, сняв шапки. Значит, дал много. Теперь ведь не очень-то благодарят. А еще реже при этом снимают шапки. «Счастливо, братцы, счастливо. Прощевайте, прощевайте». Дворники уходят с шапками в руках. Прикрыв дверь за ними, Есенин повторяет. «Все воры, все! Плакать хочется!» «Полно, Сережа!» «И мне тоже хочется плакать от этого бреда!» Есенин вынимает из кармана всякие ключи, звенящие на металлическом кольце, и, присев на корточке, отпирает сложные замки кофера. «В Америке эти мистеры, хитрые дьяволы, умные!» «В Америке Толя понимает, что человек — это вор!» и поднимает крышку. В громадном чемодане лежат бестолковые кучи залитые вином шелковые рубашки, перчатки, разорванные по швам галстуки, носовые платки и кашные шляпы в бурых пятнах. Ведь Есенин был когда-то чистюлей, подолгу плескался в медном тазу для варенья, заменявшим ванну или под ледяным краном, сам гладил галстук, сам стирал рубашку, если запаздывала прачка, а другой рубашки для перемены не находилось. Да брата в обрез было! «Ха!» — горько улыбается он. «Вот все, что нажил великий русский поэт за целую жизнь!» И скашивает глаз на бестолковую кучу в чемодане, купленную Дункан, которая и сотни тысяч долларов считала мусором. Но это было в ее молодую пору. «Чего молчишь, Анатолий?» И подозрительно вскидывает на меня глаза в кровавых жилках. «Чего?» «Да о чем тут разговаривать?» «Как о чем?» «О босоногой плясуне поговорить можно. Миколай Клюев с Петькой Орешиным о ней поговорили б. Разжился, мол, от богатой старухи. В Миколушке-то над башкой висит Иисус Христос в серебряной ризе, а в башке корысть, зависть, злодейство и, озлившись, роется в чемодане дрожащими руками. А знаешь ли, по три раза в день проверяю, сволочь, опять шелку и рубашку украли и два галстука. Бред, страшный, нелепый бред. Подделали, подделали ключи-то, воры, я потому к тебе и привез, храни, Толя. Бога, молю, храни. И в комнату ни-ни, не пускай, не пускай эту мразь, дай клятву, померу меня пустят с умой, христовым именем, чтобы кормился, плакать хочется. Сжавшись в комочек, Некритина шепчет мне на ухо, с болью, отчаянием, со слезами на глазах, Сережа сошел с ума. Не выдумывай, Нюша, не выдумывай. Просто-напросто на него теперь ужасно действует водка. Обдавая водочным духом, Есенин целует меня, целует Некритину. И, пошатываясь, уходит со словами «Плакать хочется». Примерно недели через две литературная Москва жила сенсацией. Есенин с Марингофом поссорились. Об этом рассказано в романе «Без вранья». Добавить нечего. И, как помирились, тоже рассказано «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь». Это из Есенинского «Черного человека». Великие писатели сочиняли Библию. У кого вой, у кого стон, у кого раны без причин, у кого багровые глаза у тех, которые долго сидят за вином. Мы с Некритиной вернулись домой, как обычно, после полуночи. На этот раз в стойле Пегаса выступал довольно знаменитый чтец мыслей на расстоянии, нервный, горбоносый человек с удивительно черными волосами, пенищимся вокруг лысины. «Я полагаю, Нюша, что наш мозг излучает какие-то флюиды», сказал я. «Очень может быть. Другого объяснения не придумаешь». «Да, этот дьявол работает без мамошника». «Вероятно, люди скоро изобретут аппаратик. Интересно. Какой такой аппаратик? Он будет записывать на ленту этих флюидов, а потом их можно будет расшифровать. Что?» «Ну, примерно, как запись стенографистки». «Вот, Нюха, перед тем, как ты ёркнешь под одеяло, я незаметно положу этот аппаратик под твою подушку». «Зачем?» «Да чтобы утром, когда ты убежишь на репетиции, прочесть твои мысли». Любопытно знать, что ты думаешь на сон грядущий. «Какой ужас!» «Ужас?» «Все люди переругаются, передерутся, если будут читать их мысли, как ежедневную газету». «Особенно мужья с женами, кошмар!» «Ах, так!» Я мрачно скинул полботинки, пиджаки, лег на тахту носом к стене. «Толя, не желаю с тобой разговаривать». «Что?» «То?» «Ничего не понимаю. Очень жаль». «Нет, Длинный, ты мне все-таки должен объяснить». Она села возле меня на тахту. «Уйди!» «Да ты просто сошел с ума, не желаю тебя видеть, понятно?» «Нет, Длинный, непонятно». Я скрестил руки на груди и произнес трагической интонации. «Завтра я развожусь с тобой. да?» «Да, да». «А я нет. Я ни за что не разведусь с тобой». Пожал плечами. «Неужели?» «Потому что я люблю тебя, моего дурня. Не лги. Обожаю». «А я не хочу, чтобы меня обожала распутная баба. Это я распутная? Я...» «Во всяком случае у тебя распутные мысли, иначе бы, мадам, вы так не испугались этого аппаратика». «Мы провели бессонную ночь. Завтракали порознь. Она позвонила в театр, что больная не придет на репетицию. Словом, это была крупная мучительная ссора, самая длинная за всю нашу жизнь. У обоих запали глаза и валились щеки. И только через 22 часа за ужином, чокаясь жигулевским пивом, я сказал «Знаешь, Нюха, по-моему, это форменный кретинизм быть в ссоре больше пяти минут. Ведь где-то внутри отлично знаешь, что в конце концов все равно помиришься. Правда? Так какого черта портить себе жизнь на сутки или на неделю, как это делает миллионы глупцов? Пять минут и хватит. Или уж действительно надо разводиться, если дело очень серьезно. Правильно? Правильно длинный. И мы крепко поцеловались. Эта мудрая догадка ссориться не больше, чем на пять минут, очень украсила нашу жизнь. Рекомендую. А через несколько дней я читал некретинный вслух. Жена добра и страдолюбива и молчалива венец есть мужа своему. и увидит муж, что непорядливо у жены и за ослушание снять с нее рубашку и плетью вежливенько бить и за руки держа, по вине смотря, да побил и промолвить, а гневника, кож, не был бы. Это из домостроя нюха. Превосходная полезная книга, удивляясь, почему ее не переиздаст госиздат. Я тебе такой пропишу домострой, пропишу домострой наоборот, и увидит жена, что непорядлива у мужа, и за ослушание снять с него рубашку и плетью вежливенько, и оба смеемся, как будто читаем Зощенко. А вот другой разговор при Сарушке Лебедевой. Прошу тебя, Нюша, возвращайся домой к часу. А если на банкете будет весело? Если очень весело, половина второго. Хорошо. Да он у вас, Нюшка, домострой, говорит Сарушка, не имея представления о предыдущем разговоре. Ого, еще какой! И поворачивается ко мне спиной. Застегни длинный. Я засегиваю жемчужные пуговки на ее вечернем платье. Она была куплена еще в Париже и надевается два раза в сезон, не чаще. Лебедева по-мужски пожимает плечами. Вы, Нюшка, чудак. Почему? В подобных случаях, говорит полушутя наш знаменитый скульптор, надо возмущаться, бороться за раскрепощение женщины, а вы сияете. Не портите мне жены, Сарушка. Бегут, бегут годы неизвестно куда, а почему они не сидят в креслах, как гневные бухгалтеры, солидно, важно, прочно. Право, хоть бы приснилось мне, что они поменялись ролями. Годы сидят, а гневные бухгалтеры бегут, бегут неизвестно куда. Мы на Хоктебельском пляже. Мелкая галька похожа на фасоль, бобы и горох. Пошли купаться, Кирка, приглашая своего малыша. Полуоршинные волны словно только что выскочили из парикмахерской. Пена цвета волос, травленных перекисью, завитав баранью кудряшку. Пошли, Кирка, в воду. Он переминается с ножки на ножку. Боюсь. Чего боишься? Больших волн. Вот так большие, гляди, ниже колен. Так ты вон какой, а я маленький. Ему через две недели стукнет четыре года. Пошли, Кирка, пошли. Не боюсь. Я начинаю сердиться. Так ты значит трус? Да. У меня от негодования даже дыхание перехватывает. Тогда ты не мой сын. Терпеть не могу трусов. Ну и не моги. Он решительно уходит, чтобы развалиться на некретинской мохнатой простыне. Кирилл, ноль внимания. Когда я злюсь, у меня светлеют глаза. Вероятно, сейчас они совсем белые. Что с тобой, Толя? спрашивает мамаша, подставляя солнцу какую-то другую часть тела, по ее мнению, еще недостаточно прокопченную. Наш сын трус. Не ерунди, пожалуйста, он отчаянно храбрый. Кирка, иди с папой плавать. Неа. Иди, иди, боюсь. Что? У мамаши чернеют глаза. У нее от злости они чернеют, а у меня, как сказано, белеют. ступай к бабушке, ступай варенье варить, если ты девчонка, приказывает мамаша. Насупив брови, наш парень неспеша уходит. До меня доносится его бурчание. Вот дураки, мне же только четыре годика. Кирилл, ну? Он уже унаследовал это любимое материнское словечко. Что ты сказал, повтори? Ничего не сказал. Ложись. Вот вечно так всегда. То уходи, то ложись, то плавай, молчать. Он покорно сжимает губы, а в его глазенках, очень похожих на некретинские, я с ужасом читаю упрямую мысль. Вот дураки. Да чего же он прав, по чести говоря? Теперь на седьмом десятке я понял, что природа не права. Родить должны бабушки, отцами должны быть дедушки. Тогда, вероятно, наши дети были бы намного лучше воспитаны. Бабушки и дедушки философичнее, терпеливее, мягче, да и жизненного опыта у них побольше. На собственных молодых глупостях кое-чему научились. А то рожают горячие девчонки, воспитатели ходят почти сопливые мальчишки, ничего не смыслящие в этом трудном деле. Какой вздор! Впрочем, куда ни кинь, все клин. В тот же день на Коктебельском пляже неподалеку от нас в палатке сделанной из двух простынь лежала какая-то бабушка. Она все время кричала «Яшенька! Яшенька!» «Яшенька!» Мы с Некритиной готов были ее удушить. «Яшенька, надень на голову шапочку! Яшенька, помочи водичкой у себя под мышечками! Яшенька, смотри, не промочи ноги!» Это когда ее внук подходил близко к морю. Года через три в трамвае в Москве на Большой Дмитровке я опять услышал ее голос «Яшенька! Яшенька! Не прыгай с трамвая на ходу!» Трамвай прочно стоял на остановке. Услышав «Яшенька! Яшенька!» я быстро обернулся «Ну, конечно! Это наша Коктебельская беспокойная бабушка! Доброе здоровье!» сказал я приветливо. «Разве вы меня знаете, да, три года тому назад мы с вами частенько лежали по соседству на Коктебельском пляже. А сейчас я вас узнал по Яшеньке. Что-то слышу родное, знакомое, очень обрадовался». Кудрявые волны грассируют у берега как парижанки. Неподалеку от меня поджариваясь на раскаленном песке болтают две дамы. «Вера Павловна, а кто в вашем вкусе? Брюнеты, шатены или блондины, и те, и другие, и третьи, Мусенька. Я очень люблю подслушивать пляжные разговоры, особенно женские. Они психологичнее, острее, язвительней, а порой и неприличней. О брюнетах, шатенах и блондинах мечтают писательские жены Вера Павловна и Муська. Так ее почему-то все называют, даже те, которые с ней незнакомы. Вера Павловна, как говорят, со следами былой красоты. Она крупная, длинная, кожа у нее на 45-летней жирной подкладке, в черных крашенных волосах эффектная седая прячь. Муська маленькая, тощая, у нее продзительные глазки, зеленые, как у злой кошки, нос явно смертоносный. Он торчит между щек, как лезвие финского ножа. Вера Павловна вытягивает длинные ноги, забрасывает руки за голову, подтягивается и лепечет томным голосом. Ах, я хотела бы умереть молодой. Муська немедленно отзывается. В таком случае, Вера Павловна, вы уже опоздали. Через 15 лет один небезызвестный поэт, кинув иронический взгляд на голый женский пляж, сказал со вздохом. Тела давно минувших лет. На пляже, как и в дни нашей молодости, рядом лежали Муська и Вера Павловна. Только теперь под большими пляжными зонтами. Увы, они разговаривали не о блондинах, брюнетах и шатенах, а об инсультах, инфарктах и гипертонии. Возвращаясь к дням молодости. Солнце осатанело, это уже не солнце, а зажженная газовая конфорка. Папа, папа, ну что тебе, поучи меня плавать, не хочу лежать, поучи плавать, лежи на брюхе и загорай, как дамочка. Наш парень обиженно надувает губы, не хочу, как дамочка, вот как, я не дамочка, я мужчина. Что-то не похоже, похоже, неправда, бурчит он через силу, неправда, а на языке у парня, конечно, вертится, врешь, врешь. Волны подросли, я осведомляю свое семейство, пойду поплаваю. Сыпь, говорит Некритин, только, пожалуйста, не заплывай далеко, волны большие. И она поворачивается на правый бок. Для идеального прокопчения приходится беспрерывно вертеть. Мне нравилось плавать на крепких волнах, к тому же взрослые хуже детей, еще непослушней. На рейде стоит какой-то плюгавый буксир, я заплываю за него. Некритина взволнованно спрашивает, Кира, где папа? В море? Где в море? Я его не вижу. И я не вижу. Господи, он утонул. Конечно, утонул, соглашается Кирка. Куда же ему больше деться? Пойдем, мама. Куда пойдем? Куда? Лежи спокойно. В будочку. В какую будочку? О чем ты говоришь? Я хочу сладкой водички с прыщиками. Так наш парень называл газированную воду сиропом. И еще убежали годы. Опять разговариваем на пляже. Разговариваем на вечную тему. В чем счастье? Пыжова вытягивает руку. Полное впечатление, что у нее на ладони сидит маленькая птичка. Она нежно гладит ее. Пыжова была талантливой актрисой. Вот оно, это счастье, вот оно. И нет его. Ольга грустно смотрит вслед улетевшей птички. По-моему, философствует Некрити на счастье в том, чтобы чувствовать себя нужной. Кому? Нужной в театре, нужной дома, нужной длинному, Кирке, моей маме. Слово, чувствовать себя нужной. Так, а ты, Кирка, что скажешь по этому поводу, спрашивает царь Лебедева. По-друге летом встречаются. По-какому? Да вот, в чем счастье? Он, как Василий Иванович Качалов, подпирает рукой морденку, морщит лоб и переспрашивает, в чем счастье? И с семилетней серьезностью отвечает, в хорошей жене. Жорж питою частенько говорил о своей жене с загадочными глазами цвета ванильной полоски. Людмила, ты моя рука, ты моя нога. Признаюсь, если бы я не трусил плагиата, я бы тоже кое-когда заявлял «Нюшка, ты моя рука, ты моя нога». Но в нашем доме относились к сентиментальности хуже, чем к гриппу. Поэтому Кирка ничего подобного никогда не слышал. Тем не менее, он очевидно ощущал это «Ты моя рука, ты моя нога». Вот и сказал «Счастье в хорошей жене». Пожалуй, он был не очень далек от истины. Парижане горячо спорили о Людмиле Питоевой. Одни уверяли «Людмила толстушка», другие «Да что вы, худенькая». Потому что Питоева всегда играла до девятого месяца, и одни видели ее на сцене брюхатой, а другие после родов. У этой замечательной актрисы было семеро детей Саша, Жорж, Надя, Светлана, Варвара, Людмила и последняя Нюшка, названной так в честь не кретиной. Не стало Есенина. Я плакал в последний раз, когда умер отец. Это было более семи лет тому назад, и вот снова вспухшие красные веки и снова негодую на жизнь. Через пятьдесят минут Москва будет встречать Новый год. Те же люди, которые только что со скорбным видом шли за гробом Есенина и драматически бросали черную горсть земли на сосновый ящик с его телом, опущенный на веревках в мерзлую яму, те же люди сейчас прихорашиваются, вертятся перед зеркалами, пудрятся, душатся и нервничают, завязывая галстуки. А через пятьдесят минут, то есть ровно в полночь, они будут восклицать, чокая шампанским, с Новым годом, с новым счастьем. Я говорю не Критиной невероятно. Она поднимает руки, уроненные на колени, и кладет их на стол, как две тяжелые книги. Да нет, это жизнь Толя. Вспоминаю в детской тишина. Старушка, напуганная своей нелегкой судьбой, и ребенок, оставшийся некрещенным, оба спят одинаковым сном, мирным и сладким. Шипят новогодние примусы на кухне. За окном синее небо, золотые звезды, редкие белые хлопья. Именно так плохие художники рисуют новогоднюю ночь. Комната своим вторым стеклянным глазом смотрит в чужую жизнь, то есть в чужое незанавешенное окно. Обычное дело. Из олипковой шторы еще до Неппа сшили отцу семейства роскошный френч, а трехлетней дочурке хорошенькую шубку, капор и варежки их перекидывали на тесемки через шейку, тоненькую, как стебель василька. Мы с некритиной, сидя на своей неперсидской тахте перебираем фотографии. Есений на них молодой, задорный, насмешливый, легковолосый. Вспоминаем, вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. Потом долго молчим и рассеянно смотрим в чужую жизнь. Через законные стекла чужие жизни кажутся счастливыми и спокойными. Вот молодая мать с нежностью закутывает старым байковым одеялом крохотные голые ножки. Как ты думаешь, Нюша, спрашиваю я, почему эта очаровательная женщина не встречает Новый год? Вероятно, не на кого оставить дочурку. А где ее муж в Оливковом Френче? Бог его знает. Тогда мне в голову приходят грустные мысли, что эта чужая жизнь не такая уж спокойная и счастливая. Опять молчим, я барбаню ногтем по стену аккомпанируя своим невеселым мыслям. Ты читала, Нюша, о последних минутах поэта Хомякова? Нет. Он лежал на постели, вытянувшийся, сосредоточенный. В спальню входит его сосед поммение и спрашивает Алексей Степанович, что с вами? Да ничего особенного. Приходится умирать, спокойно отвечает Хомяков. Русская смерть, Толя. Пожалуй, но много ли русских умирает этой русской смертью? Вдруг четыре звонка. К нам, Нюша. Да нет. Кто-то обсчитался, нажимая кнопку. И опять четыре звонка, и я иду отпирать. Сарушка. Лебедева будто не замечает моего удивления. Я, ребята, пришла к вам встречать Новый год, говорит она совсем просто и слегка в нос. А где Нюшка? Там. Здорово? Да. Очень хорошо. И легонько неторопливо шагает по коридору носками в росте, чуть по-спортивному переваливаясь сбоку на бок. Через пятнадцать лет в поэме военного времени я уже писал иначе. Ну, по домам из Сарра встала, идет походкою второй Екатерины. И совсем по-иному пришлось бы писать об этом в 1960 году, когда этот царь-баба, эта погибель мужского рода передвигается по ровным московским тротуарам, опираясь на крепкую палку с резиновым наконечником. Бабушка у Лебедева и казацкого донского рода. Она не знала грамоты и была ярой антисемиткой. Отец был тонким интеллигентом. В назидании своей мамаши он и назвал дочку Сарой. В православных святцах имеется это имя. В переводе на русский знатное. Здравствуй, Нюшенька, здравствуй, Сарушка. Поцеловавшись, Лебедева ставит на стол новогоднюю бутылку шампанского, неоскорбительного для нас, потому что Сарушка наш друг. Она по-хорошему любит поэзию, любит стихи Есенина. Его смерть для нее не просто смерть знакомого человека, которого читающая Россия знает как знаменитого поэта, а Европа и Америка как молодого мужа Айседоры Дункан. Ровно Ровно в двенадцать мы чокнулись, но не сказали друг другу с новым счастьем. А потом часов до пяти вы помните Нюша? Вы помните Сарушка? Вы помните Толя? Вы помните? Вы помните? Покойный Сергей Есенин этот Новый год встречал с нами в своем богословском переулке, где и в самом деле каждая собака знала его легкую походку. Сотни людей спрашивали меня, почему он сделал это. В конце концов я сказал себе, по-видимому я должен ответить, во всяком случае попытаться ответить. И вот пытаюсь. Есенин мог потерять и терял все. Последнего друга и любимую женщину и шапку с головой и голову винном угарит только не стихи. Стихи были биением его сердца, его дыханием. Вспомните, сколько считанных минут он жил после того, как написал кровью свои последние строчки. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставанье обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, ни грусти, ни печаль, бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Он написал это стихотворение неторопливо своим обычным округлым почерком, заставляя жить отдельно, словно похолостяцки каждую букву. Ему пришлось обмакнуть ржавое гостиничное перо в собственную кровь. В этом не было ни дурной позы, ни дешевой мелодрамы, просто-напросто горькая необходимость. В многочисленных карманах пиджака, как на грех, не оказалось карандаша, а в стеклянной чернильнице высохли чернила. Как это обычно бывает в перворазрядных отелях, где-то, когда-то мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы 15 века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой. Умирая, принцесса сказала «Плевать на жизнь». Ей было 19 лет. Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере петербургской гостиницы «Англитерр» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения свадебного заграничного путешествия, весь смысл его существования был тот же, что и у шотландской принцессы плевать на жизнь. В начале 20-х годов как-то стоило пегасе пришли три девушки совсем юные. У хорошенькой глазастой Галии Бенеславской тогда еще были косы галочьего цвет, длинные пушистые с небольшими бантиками, крепенькие ноги в черных хромовых башмаках с пуговицами. Мы говорили пришла Галя в мальчиковых башмаках или пришла Галя в бабушкиных чулочках. Они были в крупную вязку, теплые, толстые и тоже черные. Двух других девушек мы ласково называли мордоворотиками. После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком, возлюбленной другом нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова. Почти для каждого из нас дорогого по далекому детству, а в войну взрослые измученные люди переделали няню в нянечку. Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви. Она, отдавая Есенину всю себя, ничего для себя не требуя, и уж если говорить правду, не получая. Хочется привести несколько кусочков из писем Есенина. Галя, милая, простите за все неуклюжества. 8-9-23-го года. Галя, милая, простите, что обманул. Дня я еще не видел, какой он есть. Думаю, что не смогу поехать с вами. Немного разбит настроением физически. Без даты. Галя, милая, я очень люблю вас и очень дорожу вами. Дорожу вами очень, поэтому не поймите отъезд мой, как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая, повторяю вам, что вы очень и очень мне дороги. Да и сами вы знаете, что без вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Привет вам и любовь моя. Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствуем к женщинам. 15 апреля 1924 года. Попечатание собрания. Издайте по берлинскому тому. Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь, сделает все не так, как надо. 29 октября 1924 года. Галя Голубушка, может быть в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу? Ради Бога, не будьте миражом вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая. 20 декабря 1924 Милая Галя, вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину. 21 3 25 года После очередного консилиума мне запрещено пить. С легкими действительно что-то неладно. После выправки жизнь меняю. 11 12 мая 1925 Записка мне дорогой Анатолий Галя моя жена Сергей В это время его женой была Софья Андреевна Толстая внучка Льва Николаевича до немыслимости похожая на своего деда. Только лысиной до седой бороды ей не хватало. Впервые я с ней встретился в Весебеле гостиницы Москва взглянул и решил да ведь это Софья Андреевна жена Сережи узнал ее по портретам Льва Николаевич А когда-то Есенин хотел жениться на дочери Шаляпина рыженькой веснущатой дурнушки потом Айсидора Дункан и все для биографии Есенин Шаляпина Есенин Дункан Есенин Толстая Кого же любил Есенин Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх Вот ее эту женщину с лицом белым и круглым как тарелка Эту женщину которую он ненавидел больше всех в жизни ее единственную и любил Зинаида сказала Есенину что он у нее первый и соврала Этого Есенин никогда не мог простить ей Не мог по-мужицки по темной крови а не по мысли Зачем соврала гадина И судорога сводила лицо глаза багровели руки сжимались в кулаки В стихотворении собаки Качалова написано Она придет даю тебе по руку и без меня бил ставясь взгляд ты за меня лизни ей нежно руку за все в чем был и не был виноват и убежден что это относится к Зинаиде Райх Мне кажется что и у нее другой любви не было По манее Есенин пальцем она бы от Мейерхольда убежала без резиного плаща и без зонтиков в дождь и град В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки От первой утренней рюмки уже темнело его сознание А за первой как железное правило шли вторая третья четвертая пятая Время от времени Есенина клали в больницу где самые знаменитые врачи лечили его самыми новейшими способами Они помогали так же мало как и самые старейшие способы которыми тоже пытались его лечить Седовласый профессор в длинном белом халате роскошно сидящем на его мощной фигуре самолично подмешивал в Есенинскую стопку какую-то сверх тошнотворную пакость из пакостей Прошу, сударь выпейте за мое здоровье Сегодня мне с вашего разрешения семьдесят восемь стукнуло Есенин пил морщился но не больше чем от старого Мартелевского коньяка И профессор растерянно поправлял на носу золотые очки Да-с великолепно-с И махнув рукой большими шагами выходил из палаты боясь оглянуться на свою белохалатную свиту Медицина, друзья мои надо вноверить не задумываясь так же как в Бога Одного угрюмого актера бывшего Александринского театра спросила хорошенькая дамочка Николай Степанович Вы здоровый человек Скрытие это покажет ответил угрюмый актер Может быть именно так надо верить в медицину Свои замечательные стихи 1925 Есенин писал в тот единственный час когда был человеком Он писал их почти без помарок Тем не менее они были безукоризнены даже по форме более изощренные чем когда-либо Я говорю изощренные понимая под этим лиричность точность предельной простоту при своеобразии Это было подлинное чудо В молодые добрые времена он никогда не работал легко и быстро С лирическим стихотворением зачавшимся в голове любил побродить и переспать ночку Мне говорят в корове то ли молоко не прокиснет А когда к нему приставал с вопросом какой-нибудь критик Сергей Александрович дорогой расскажите пожалуйста как вы пишете Как пишу переспрашивал Есенин Да вот присяду на полчасика к столу перед обедом и напишу стишка три-четыре И хохотал тому спину Зачем дураку знать что стихи писать как землю пахать Семи потов мало Великий философ Сковорода говорил Всякий человек имеет цель в жизни но не всякий главную цель У Есенина была главная В конце 1925 года решение уйти стало у него маниакальным Он ложился под колеса дачного поезда пытался выброситься из окна перерезать вены обломком стекла заколоть себя кухонным ножом А накануне Есенин был у Николая Клюева Среди тепляющих лампадок читал стихи своему старшему брату в поэзии Клюев сидел на некрашенной дубовой лапке под иконой Миколы Чудотворца старого новгородского письма Ну как тихо спросил Есенин стихи то старший брат троекратно облабызал его Чувствительно Сереженька Чувствительные стишки Их бы на веленивой бумаге напечатать свиньеточками амурчики голубки лиры и в софьян переплесть или в парчу и чтобы с золотым обрезом для замоскворецких барышень они не бойся сейчас по ордынке да на пятницкой прохаживают помнишь как нацена переплеталь а потом северянина Игоря короля поэтов вот бы Сереженька и твои стишки переплесть так же после этих слов Есенин заплакал это была его последняя встреча рассказал мне про нее один петербургский поэтик бывший при этом на литературном вечере в Вятке мне из публики бросили записку товарищ Мариенгов скажите поэтами родятся или делаются я скаламбурил сначала делаются а потом родятся так вот Есенин поэтом родился и поэтом умер Достоевский в дневнике писателя рассказывает о двух самоубийствах дочь Александра Ивановича Герцина от Тогоревой Тучковой намочила вату хлороформом обвязала себя этим лицом и легла на кровать так и умерла ей было 17 лет перед смертью она написала следующую записку предпринимаю длинное путешествие если самоубийство не удастся то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресенье из мертвых с бокалами клико а если удастся то прошу только что схоронили меня вполне убедясь что я мертвая потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей очень даже не шикарно выйдет это уж совсем по-одесски значит заключает Достоевский умерла от холодного мрака и скуки понимай умерла без бога в душе и вправду какой уж тут бог если в последней записке стоит очень даже не шикарно выйдет да еще про шампанское разговор отпразднуйте значит с бокалами клико а вот другое самоубийство выбросилась из окна из четвертого этажа одна бедная молодая девушка выбросилась она и упала на землю держа в руках образ Достоевский пишет тут даже видимо не было никакого ропота или попрека просто стало нельзя жить и умерла помолившись умерла значит с богом в душе вы помните Есенинское чтоб за все за грехи мои тяжкие за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать а вот это стихотворение для умного Есенина было чистой литературой чистейшей даже в свою последнюю здешнюю минуту он не вспомнил бога а все многочисленные Иисусы в есенинских стихах и поэмах эти богородицы скликающие в рай телят эти иконы над смертным ложем существовали для него не больше чем для Пушкина Аполлоны Юпитеры и Авроры мы часто повторяем след за Достоевским человек с богом в душе человек без бога в душе в этом смысле у Есенина разумеется бог существовал но не христианский не православный а земной человеческий наш имя его поэзия с этим единым богом Есенин и прожил всю свою мыслящую жизнь Есенинская трагедия чрезвычайно проста врачи это называли клиникой он и сам в черном человеке сказал откровенно осыпает мозги алкоголь вот проклятый алкоголь и осыпал мозги осыпал жизнь возникает в памяти Бунинские строчки легкой жизни я просил у бога легкой смерти надо бы просить ох Сережа Сережа почему же ты не попросил ее этой легкой смерти но у кого просить то было после декабря 1926 года то есть без малого через 12 месяцев после смерти Есенина Галя Бенеславская несколько раз приходила к нам на Богословский обычно под вечер то она придет то с Катей сестрой Есенина всякий раз Галечка была милой тихой собранной без трагической маски на очень похудевшем лице изредка даже улыбалась но улыбка казалась какой-то извиняющейся а я вот все-таки улыбаюсь свое предсмертное письмо как мне передавали Галя написала на папиросной коробке может быть это и неправда я читал его в музейной копии в этой могиле для меня все самое дорогое написала она курила Галя по-мужски глубоко затягиваясь и выпуская дым из нос если финка будет воткнута после выстрела в могил стояла в конце письма значит даже тогда я не жалела если жаль заброшу ее далеко одна осечка к сожалению я не знаю воткнула ли она финку в могилу или забросила ее далеко уж лучше бы воткнула стрелялась Галя из хлявенького револьверишки из бульдога не без мысля Достоевскому не хочется рассказать еще об одном самоубийстве это было в Ленинграде почти перед самой войной с Гитлером щупленький рябой маляр лет двадцати восьми из ревности убил свою жену ему дали восемь лет он их добросовестно просидел а в первый же день как выпустили пошел на Волково кладбище где она была похоронена и повесился на толстом суку возле ее креста я навестил их могилы там рядом положили и его этого русского Ромео нашего современника щупленького рябово-маляра не верят в большую любовь только болваны важно считающие себя скептиками во все времена их было больше чем надо внутренне художнически поругавшись с Таировым Некритина бросила его камерный театр и перешла в ленинградский большой драматический штана фонтанки таким образом мы стали жителями города без синего неба но с белыми ночами города туманов и дождей дождей июльских и декабрьских города каналов канавок мостиками мостов золотыми львами держащими в зубах золотые цепи города проспектов прямых как чертежная линейка и площадей справедливо называющихся полями из года в год со скучным постоянством мы езжали на летние месяцы в Коктебель это то место говорил Кирка куда мы каждый год собираемся не ехать он был прав до июня наше семейство обычно шумело нет ни за что к богу с Коктебелем покончено надоел впоследствии это мудрое решение покончить с Коктебелем наш парень поддержал античной мудрости он сказал обжор лукул изрек неужели у меня меньше ума чем у журавля или аиста нет я не намерен постоянно жить на одном месте у Кирки была редкая память я похлопал его по плечу ты брат умеешь цитировать и так улетим из Коктебеля как журавли и аисты на новый Афон или в Гагры предложила Некретина великолепно поищи мамочка новые земли как Христофор Колумб ты все остришь пытаюсь а в июне дьявол привычки опять заговорил во мне как не вертись друзья мои но Коктебель самое лучшее место на этом комочке грязи какой пляж какой море какие фиолетовые горы а какая Вера Павловна какая муська добавил Кирка и мы отправлялись туда в восьмой раз вопросы воспитания начали меня терзать еще до рождения наследника я считал что отец должен являться высоким и непререкаемым авторитетом для своего сына а для этого отец обязан лучше сына играть в шахматы в теннис в волейбол лучше плавать и грести знать почти все на свете чтобы на любой вопрос на любое почему отвечать точно и обстоятельно ух ты мой сколько этих мучительных почему у наших ребят а случилось так уже в 16 лет Кирка лучше меня играл в шахматы лучше в теннис он был первой ракеткой по юношам ленинградского динамо лучше плавал и прочел уйму стоящих книг хорошо говорил по-французски по-немецки и читал со своей англичанкой Таймс однажды на пляже Некритина невольно подслушал разговор Веры Павловны с Муськой в Мариингофе выпалила Муська интересные люди но самый интересный из этой троицы безусловно Кирка когда Муська чего-нибудь выпаливала рот у нее делался круглым и черным как дуло охотничьего ружья несмотря на все обожание своего парня мы оба признаюсь не на шутку огорчились такой аттестацией вот негодяйка сказал я про Муську просто язва и мелкая дрянь отчеканила моя половина порой я даже назвал ее трехчетвертинкой вероятно Муська заметила что ты подслушиваешь и захотела вонзить утешил я а в глубине души мы оба скорбно нас с гордостью решили что Кирка действительно интереснее нас ах товарищи никогда не надо подслушивать особенно если судача это вас ведь за спиной говорят правду еще не на такое нарвешься что будет тошно на земле жить Борис Михайлович Эйхенбаум лучший из лучших литературоведов как-то признался что когда он бывает у нас в доме у него язык прилипает к горлу от скептического снисходительного взгляда Кирки но внешне парень всегда вел себя чрезвычайно вежливо особенно с Эйхенбаумом в таком случае сказал я будем гнать в три шеи этого желторотого скептика гнать вон из моего кабинета нет нет возразил старый Эйх ведь мужчина он интересный вот как не интереснее ли нас с Нюшкой огрызнулся я молодое племя всегда интересней невозмутимо ответил правдивый профессор мерси мальчонок не в пример мне был книжником в короткий срок он собрал порядочную библиотеку иностранных и русских историков и классиков лично у меня никакой библиотеки не было увлекаясь историей и античной философией я говорил что накупить столько книг как публично я не могу а меньше меня не устраивает на пляже и в море заплывая к чертовой бабушке мы с Киркой вели горячие литературные споры он очень любил старых французов Мульера Беранже без ума был от Прулста Джойса и Хемингуэя 16 лет и души не чаял в Пушкине вот трогательный случай в комнате у Кирки на самом почетном месте висела пушкинская маска как-то я зашел к нему без стука это было не в моих правилах батюшки малыш стоя на табуретке с томиком поэтом в руке страстно целовал Александра Сергеевича в холодный гипсовый лоб закатный час море гладкое и золотистое как хорошо отполированный стол из карельской берез мы плывем в лягушачью бухту это не близкий свет Кирилл Анатольевич кем собственно вы собираетесь в жизни быть еще не знаю Анатолий Борисович пора подумать пора а он уже подумал давно подумал когда тот же вопрос шутя я ему задал лет десять тому назад он не задумываясь ответил писателем читать книги говорю я хорошее дело но ведь это не профессия читатель это не профессия конечно ты папа не устал плыть я на халу стану через два часа после тебя это верно отвечает он не моргнул глаз и тут же переходит с отдохновенной спинки на буйный кроль Кирка Кирка кричу я ему вдогонку куда тебя черт несет мы крепко дружили Ленинград полдень звонит телефон подхожу Киру можно кто говорит Рокфеллер здорово Рокфеллер откуда ты звонишь из школы Кирки дома нет я видишь ли полагал что он сейчас сидит на уроке читает из-под порты Плутарха миллиардер рассеренно посапывает в телефонную трубку засыпал бедняга своего лучшего друга дело ясное Кирка мотает сегодняшние уроки миллиардер славный рослый паренек на локтях коленках и на мадам сижу у него аккуратнейшие заплаты кисти рук далеко убежали из рукавов а штаны выше щиколоток как будто он всегда носит костюмы младшего брата Кирка прозвал его Рокфеллером около трех часов с нижней площадки парадной лестницы до меня доносится веселая песенка с ней ежедневно Кирка возвращается из школы которую терпеть не может в отца пошел хотя перескакивает парень из класса в класс на круглых пятерках не в отца здорово папка здорово что новенького в школе спрашиваю я с откровенным коварством он потупившись молчит мотаешь уроки Кирка да где же изволил шляться весь день погодка это не очень хороша для прогулок с девушкой по летнему саду он молча кладет на стол надорванный билет в Эрмитаж четыре часа осматривал Эрмитаж а разве это много для Эрмитаж который же это раз одиннадцатый ого а разве это много для Эрмитажа повторяет он свою фразу для меня довольно убедительно поэтому я не читаю ему морали мне вспоминаются собственные школьные годы разве я не мотал еще как да и по причинам не столь высоким Кирка очень любит живопись вкус у него неплохой он в восторге от художников итальянского возрождения от Ангои от ранних немецких примитивистов от Рембрандта а из русских от Боровиковского Кипренского Федотова Тропинина главным образом за его портрет Пушкина который на самом почетном месте висит у Кирки в комнате без ума и от французов с конца девятнадцатого века Ренуара Моне Гогена Матисса знает он их по Московскому музею западной живописи и по хорошим заграничным монографиям которые с азартом собирал художник Владимир Васильевич Лебедев друживший с нашим домом Кирка не раз напрашивался к нему в гости за обедом разговариваем миролюбиво плохие мы родители не перетапливаем поклонника Леонардо до Венчи до Венчи и Пикассо как этого требует директор Киркиной школ Папа ты сегодня весь вечер дома да а у тебя мамка есть спектакль нет а концерт и концерта нет и не репетируешь нет значит тоже дома конечно и гостей у нас не будет не ждем Кирка сверкая радостно газенапами кричит Шура Шура входит домработница Шура приказ верховного командования это ты командир допустим командуй кто бы мне не звонил по телефону так или у парадной двери но тебе что ли весь вечер не будет дома Шура ты великий психолог мои мысли читаешь на расстоянии а если Рокфеллер позвонит и для миллиардера сегодня нет меня дома и меня Шурочка тоже хорошо Анатолий Борисович и меня охотно присоединяется к нам не Критина хорошо Анна Борисовна Кирка обвивает ручонками шею матери и горячо с благодарностью целует ее потом меня в щеки в нос в лоб а когда папка у тебя засверкает лысина я буду и в нее целовать не придется ой не храбрись старый Дэнди теперь лысина есть но уже некому целовать у нее таких вечеров когда за вечерним столом оказывались мы втроем и шумно разговаривали обо всем на свете начиная с Плутарха и окончая Джойсом не слишком много у нас бывало почему не знаю сегодня мне бесконечно горько от этого вечера втроем пожалуй были самыми интересными конец 39 года Кирка у кого-то купил за пять целковых кавалергардский панцирь из чистой меди зачем он тебе это история папа через несколько дней я ненароком захожу в спальню перед большим зеркалом Кирка любой из собой важно произносит слова Помпея перестанете ли вы читать законы нам перепоясанным мечом я соображаю это вероятно из его любимого Плутарха на Кирке исторический панцирь на блеск начищенный зубным порошком у пояса сломанная рапира которой мы разгребали угли в камине на голове чалма из мохнатого полотенца своткнутый в нее фазаньем пером а с плеч свисает как рыцарский плащ мой белый рваный купальный халат купленный Париж лет десять тому назад правая бровь у паренька гордо вскинута под качалова лихие гусарские усы намалеваны сжженной пробкой воюйте с парфянами но живите в мире со своей возлюбленной опять величало цитирует кирка какого-то древнего автора я на цыпочках выхожу из комнаты что с тобой что тебя развеселило спрашивает не критина она работала в моем кабинете над новой ролью я рассказываю что происходит в спальне какой прелестный театр для себя разыгрывает наш парень презирающий актерскую профессию да это удивительно и она разводит руками а после обеда когда ты спал он разговаривал со мной о великой французской революции признаюсь я была поражена до чего же это было интересно рассуждал как эрудированный историк и о марате и о эрабиспиере кирк устраивает что тот предпочитал буря свободы спокойствия и рабства андре шенье он называл французским белогвардейцем однако согласен с ним что ветер революции тушит факел поэзии спорили сцепились про художника Давида Кирка кричал гений гений и я усмехнулся юноша и старцы любят это противное слово а я посмела не согласиться с поросенком и сказала Давид плохой художник сухой риторический конечно ох и попало мне состоялась дискуссия на уровне нашей академии художеств а через какие-то два часа твой рассказ об этом панцире и гусарских усах ребенок сущий ребенок удивитель ночью к бюро за которым я ковырялся в рукописи подошел кирк темным глазом он взглянул на мою шею трудолюбиво согнутую над страницей измаранной вдоль поперек все пишешь и пишешь да чего же ты наивен папа ужасно наивен я положил карандаш который не выпускал из руки часа четыре но указателем пальца даже остался желобок положил карандаш и вопросительно посмотрел на своего малыша вернее на того человека который мне все еще казался малышом неужели папа ты не понимаешь что при нем писать нельзя что при нем настоящей литературы быть не может что я прижал губам палец желобком от карандаша вот вот насмешливо сказал Кирка твой палец на губах палец с желобком от карандаша лучшее доказательство того что я взрек истину и важно развалясь в кресле он усмехнулся литература с пальцем на губах какой вздор кончайка папа безнадежное дело малыш называл те сталинские годы эпохой непросвещенного абсолютизма а вот другой зимний вечер я как заведено трудолюбиво гну шею над рукописью из спальной выходит не критина работай работай и плотно прикрыв за собой дверь направляется к креслу голова у нее того перевязана белой салфеткой две фразы сказать можно только две уваляй но не больше понимаешь я приняла пирамидон и прилегла а у кирки как всегда полна комнаты ребят хохочут галдят наш парень конечно гремит стихами как на марсовом поле а у меня башка разламывается вечером репетиция я подсчитываю в уме третья фраза четвертая пятая шестая и с удовольствием прячу в стол рукопись разговаривать о кирке гораздо увлекательнее чем писать историческую комедию многие тогда пытались убежать в историю не критина продолжает свои две фразы мне очень хотелось крикнуть ребята потише я пермидон приняла но только душа не позволила скомандовать ведь так веселяться на этом свете не больно долго правда правда она еще хуже затягивает салфетку на лбу так вот и ее мысли прыгают чисто по-женски в другую сторону в детстве я до изневожения уставала от собственного темперамента и кирка устает у него бледная похудевшая морденка устал от самого себя когда кирка бывал дома вся наша квартира действительно гремела и сотрясалась и я тоже не возражал во-первых потому что это не мешало мне марать бумагу во-вторых я считал что не критина права не так уж мы долго веселимся на этом свете да как собаки и кошки то есть пока они щенки и котят сегодня кирка меня спросил тебе известно папа что было написано на золотой вывеске над шекспировским театром глобус нет неизвестно паренек важно поднял палец вверх и произнес весь мир лицедействует и заключил над вашим сталинским союзом писателей я водрузил бы такую же вывеску предложи папа это возмутительно всерьез возмутилась мамаша в конце концов кирку посадят при Сталине это не исключено хмуро согласился я 9 апреля 1930 года Маяковский вышел на эстраду с температурой около 38 градусов и глотать было больно и слезились воспаленные глаза и сморкался он каждые 5 минут в клетчатый носовой платок размером в добрую старинную салфетку в зале сидели студенты института народного хозяйства имени Плеханова что помещался на стремянном они не встретили Маяковского хлопками как всегда встречали теноров и певицы из Большого театра искоса из-под бровей взглянув на студентов своими тяжелыми воспаленными глазами Маяковский сказал у меня грипп болит горло трещит башка очень хотелось поваляться дома но потом я подумал чего только не случается на свете с человеком иногда он даже умирает а вдруг и я отправлюсь как писал в мир иной пустота летите в звезды врезываясь ни тебе аванса ни пивной эта мрачная шутка студентами не принялась Маяковский закинул голову а вот товарищи вы всю жизнь охоть будете при нас здесь жил гениальный поэт Маяковский а мы бедные никогда не слышали как он свои замечательные стихи читал и мне товарищи стало очень вас жаль кто-то крикнул напрасно мы не собираемся охоть залыстого захохотал как вам несовестно товарищи истерически пропищала чернявенькая девушка что стояла у стены слева мне что-то разговаривать с вами больше не хочется буду сегодня только стихи читать и объявил во весь голос валяй тихо скомандовал Маяковский и стал хрипло читать уважаемые товарищи потомки роясь в сегодняшнем окаменевшем говне наших дней изучая потемки вы возможно спросите и обо мне правильно в этом случае обязательно спросим кинул реплику другой голос хилый визгливый но тоже мужской Маяковский славился остротой находчивостью в полемике но тут казалось ему не захотелось быть находчивым и острым еще больше на хмуре брови он продолжал профессор снимите очки велосипед я сам расскажу о времени и о себе я осенизатор и водовоз правильно осенизатор Маяковский выпитил грудь боево по старой привычке засунул руки в карманы но читать стал суши монотонней и быстрей в рядах переговаривались кто-то похрапывал притворяясь спящим а когда Маяковский произнес умри мой стих толстощеки студент с бородкой нагло гаркнул уже подох подох так прошел в институте имени Плеханова последний литературный вечер Маяковского на нем была моя сестра домой она вернулась растерянная огорченная еще драматичнее было после премьеры Клопа у Мейерхольда жидкие аплодисменты актеры разбежались по уборным чтобы спрятаться от Маяковского шныряли взглядами те кто попадался ему на глаза напряженные кисло-сладкие улыбки от них и со стороны тошнило словом раскрылась обычная картина неуспеха а у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол на 40 персон как говорят лакей явилось же 5 человек среди них случайно оказалась актриса художественного театра Ангелина Осиповна Степанова ее увидал в Маяковской вестибюле и пригласил поедем поедем ко мне выпить коньячку отказаться было неловко за ужином он сидел во главе пустынного стола сидел и мрачно острил старался острить не пригодившиеся 35 приборов были как покойники встретив на другой день Николая Эрдмана Ангелина Осиповна сказала ему это было очень страшно да вероятно не хотел бы я очутиться на вашем месте и на его тоже на его и подавно вот и не очень то я удивился когда узнал что Маяковский выстрелил себе в сердце это не было для меня громом среди ясного неба какое уж там ясное в комнату убежал Эмиль кроткий он сжимал в кулачке обрывок корректурного листа вот вот задыхался сатирический поэт вот на обратной стороне грубой шишавой бумаги было что-то нацарапанным карандашом заправь галстук за жилетку Эмиль и садись за стол суп мы уже съели начинай с котлет сделанной строгостью сказала жена кроткого Ли Костырская расточка они оба были самого незначительного одинаковые ровненькие только вон в чем душа держится она толстенькая описывать их возможно словами уменьшительными которые я не люблю но тут уж ничего не поделаешь Эмиль садись кушать котлеты а то они остынут он не слышал ее слов и не видел на обеденном столе большой черной сковородки с рубленными котлетами поджаренными до цвета угли вот товарищи вот и на своей лысинкой поднял кулачок с обрывком корректурного листа вот и задохся предсмертное письмо Маяковского ну читай же Эмиль читай воскликнула толстенькая стырская вы подумайте прибежал с письмом Маяковского с предсмертным письмом и молчит какой эгоизм у нее как у большинства женщин было свое особое представление о логике и справедливости близоруки Кроткий сдернул пенсне с носа похожего на серб молодого месяца Господи я умру от разрыва сердца прежде чем он начнет читать опять вскрикнула толстенькая стырская Кроткий сощурился и как-то страдальчески покрутил шеей тонкой как у гусенка вылупившейся из яйца Туаля дайте мне пожалуйста глоток воды я дал успокойтесь эмиль он выпил весь стакан большое спасибо Туаля клянусь я когда-нибудь его поколочу за эту вежливость продолжала горячиться стырская помолчи хоть минутку лейка читайте эмиль он задыхая стал читать предсмертное письмо всем в том что умираю не винить никого и пожалуйста не сплетничайте покойник ужасно этого не любил мама сестры и товарищи простите это не способ другим не советую но у меня выходов нет Лиля люби меня товарищ правительство моя семья это Лиля Брик мама сестры и Вероника Витольда в Наполонское если ты устроишь им сносную жизнь спасибо начатые стихи отдайте Бриком они разберутся как говорят инцидент исперчен бедняга считал своей обязанностью и тут острить сказал я подождите Толя кроткий все так же задыхаясь прочел четверостише из этого письма любовная лодка разбилась обыд я с жизнью в расчете и ни к чему перечить взаимных болей бед и обид все Эмиль нет счастливо оставаться Владимир Маяковский 12 апреля переспрашиваю когда 12 значит письмо написано за два дня до выстрела да об этом стоит призадуматься и я призадумался Эмиль имеется еще приписка ну товарищи раповцы не считайте меня малодушным серьезно ничего не поделаешь привет Ермилову скажите что жаль что снял лозунг надо бы доругаться В.М раповцы Ермилов ушел с дерьмом на подметках сказал я сказал кротким моя семья Вероника Витольдовна и вторично прочел вслух моя семья это Лиля Брик мама сестры и Вероника Витольдовна Полонская фу и едко усмехнулся я подумал а у Вероники Витольдовны имеется муж которому она верна по слухам не думая что такое завещание внесет мир семью Словно прочитал мои мысли кротки добавил вот Толя мы с вами посплетничали а ведь покойник этого ужасно не любил что правда то правда согласился я маленький умный человечек схватил со стола вилку и всадил ее в котлет если хочешь кушать имя сядь за стол сказала толстенькая нельзя всю жизнь обедать расхаживая по комнате с вилкой в кулаке он опять не услышал ее слов что такое сплетня Эмиль спросил я ведь вся литература по существу сплетня толстой сплетничал про Анну Каренину Достоевский про Анастасию Филипповну мы с вами про Веронюку Витольдовну и Маяковского задумчиво кивая головой Эмиль откусывал кусок за куском от остывшей обугленной котлеты а вилку он держал в кулачке как железнодорожная сторожиха свою желтую палку согласны со мной Эмиль почти меланхолически ответил он и положил вилку на круглый столик что стоял перед тахтой под сене оранжевого абажура с золотой бахромой в таком случае Эмиль будем продолжать полчаса тому назад мне рассказывал Качалов сегодня Вероника Полонская опоздала на репетицию Клитовцевой так конечно накинулась на нее с криком безобразия распущенность возмутительно Полонская стала оправдываться простите Нина Николаевна только что застрелился Маяковский я прямо оттуда и актриса осталась репетировать кроткий взгляд на меня вытаращенными близорукими глазами вдруг по-женски всхлипнув упал на тахту носом шелковую подушку вышедшую хризантемами он еще со времен Аверченковского сатирикона знал Маяковского и оказывается очень любил его но хорошее чувство было тщательно спрятано под вечной иронией этой неотвязчивой спутницей нашей среды Вероника Витольдовна Полонская в скорости развелась с мужем прелестно как-то сказал мне кроткий перед Маяковским Вероника Витольдовна устояла а воротничкам сдалась Эти поэты из сатирических журналов все знают Каким воротничкам Эмиль так называют в редакции ее нового мужа Он по слухам Бойко торгует в Столешниковом переулке воротничками собственного изделия Да еще сто тысяч по займу выиграл Ведь это делает человека неотразимо привлекательным в глазах женщины О я уже давно заметил Эмиль что деньги это не только прозаический расчет но и секс Мой малюсенький собеседник оглянулся нет ли супруги поблизости и мечтательно вздохнул Вот вы мне сто тысяч выиграть Ему как и всем нам очень хотелось быть Дон Жуан Эмиль Кроткий являлся блестящим эпигромистом в пушкинской манере К примеру он убоясь последствий вредных применил на прозу стих Вольтер для глупых Франц для бедных и Эренбург для остальных А толстенько Ликостырско пописывала стишки в таком роде У меня распущенные косы и прихитрые цыганские глаза Я курю чужие папиросы и в делах не смыслю ни а за Я не слишком люблю цитировать но когда сам мало знаешь это бывает необходимо Начну с коротких выписок из стихотворения Маяковского о котором в то время мы и понятия не имели Ты одна мне ростом вровень Стань же рядом с бровью брови Дальше Иди сюда Иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук И еще Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем Стихотворение написано в ноябре 1928 года Ей было 18 лет Она жила как вы уже поняли в Париже По словам Яковсона друга Маяковского Владимир Владимирович познакомился с ней в докторской квартире Еще стихи и даже в изящном стиле так названы они автором Мы посылаем эти розы вам чтобы жизнь казалась в свете розовым Увянут розы а затем мы к стопам повергнем хризантемы Маркиз Яковсен сухо объясняет Уезжая из Парижа в Москву в начале декабря 1928 года Маяковский принял меры чтобы парижская оранжерея еженедельно посылала цветы Дальше Дарю моей мои томая Им заменять меня до мая А почему бы не до марта Мешает календарь и карта Это написано на первом томе собрание сочинений только что выше чем в Москве Дальше второй Надеюсь третий том снесем собственноручно в дом А на четвертом томе со стихами гражданской войны Со смыслом книга над ней клонится льтане кариокой И так далее Из Москвы Маяковский пишет ей Письма такая медленная вещь А мне так надо каждую минуту знать что ты делаешь и о чем думаешь Поэтому телеграмлю Телеграф шли письма вороха того и другого А в январе 29 Твои строки это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная Сижу сиднем из боязни хоть на час опоздать с чтением твоих писем Работать и ждать тебя это единственная моя радость И телеграммы 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 Очень затосковал Тоскую невероятно Абсолютно скучаю Тоскую по тебе совсем не бывало По тебе регулярно тоскую А в последние дни даже не регулярно а еще чаще И опять же с образцовой профессорской сутью Яковсон доводит до нашего сведения В октябре человек получит из Парижа письмо бесповоротно прощальное Дальше Несколько месяцев пройдет и жизнь поэта оборвется прежде чем в Париже узнает от приезжих из Москвы что в разрешении на визу за границу Маяковскому было в сентябре наотрез отказано Все Какая же любовная лодка разбилась Явно их было две А возможно три Да и только разбились любовные лодки И все же выстрела Маяковского я не понимаю Не понимаю и теперь Я не понимал тогда Иду по Невскому День ясный Прыгают воробьи Тогда школьницы прыгают играя в класс Длинный золотой палец Адмиралтейства показывает путь в небо А мне сегодня и на земле неплохо Только что я купил для своего Кириллки прелестную сучку Пойнтера Какие уши При насморке они вполне могут заменить ей носовые платки Какой смеющийся болтливый хвост Прошу прощения собачники говорят не хвост а пруд Провозившись с сучкой часа два я ее удочерил в своем сердце Хорошее отношение к собаке невольно перешло и на людей Улыбаясь с первым встречным Они вероятно думают не иначе как по займу подлец выиграл Ведь у нас слово подлец почти ласковое Анатоль Это меня окликает актер из Александринки Полуприятель Мы сворачиваем скверик и останавливаемся возле вогнутого фронта морщинистых колон Казанского собора Кирилл когда-то называл его Казанским забором Я не поправлял малыша так как это довольно точно Актер целует меня Все они поцелуйники и гудит словно из пустой бочки как жизнь молодая Такие голоса почему-то ценятся в театральном мирке Даже Мейерхольд их ценил Мой полуприятель плохо играл у него хорошие роли А ведь Всеволод Эмилевич обладал изощренным вкусом и относился с надменной иронией к своему мирку Эти говаривал он двухфамильные Орлов Чужбинин Блюменталь Тамарин Коваль Самборский и брезгливо морщил Сирана Дебержераковский нос Или ужас Среднего образования им не хватает Вместо И говорят И Далекий Дикий Великий А кто виноват Малый театр Перепортил он интеллигентную русскую речь Я защищаю дом Щепкина Перепортил не русскую речь а санкт-петербургскую Серое облако Свинского залива закутывает солнце Присядем Анатолий Пожалуй На скамейке расчехался старичок У него в ушах ватка Молодой командир неловко нянчит на руках плачущего младенца в голубом одеяльце Шестилетняя девочка в больших металлических очках прыгает через веревочку Скиснув я мысленно спрашиваю Веселый понтерок где ты удрал канале из моего сердца Старичок сватый в ушах молодой командир с плачущим младенцем на руках полуребенок в больших металлических очках все они вызывают у меня грусть как недоброй насмешка над человеком живет человек живет и в ящик продолжает гудеть актер и гений в ящик и бездарь в ящик так сказать на равных демократических началах эко хамство да кто умер то спрашиваю я поднимаясь со скамьи он широко как на сцене разводит руками как ты не знаешь Качалов умер у меня подкашиваются ноги в самом прямом смысле слова подкашиваются Качалов ну да наш Василий Иванович так называла его вся Россия я знал что Качалов лежит в Кремлевке с воспалением легких когда когда это случилось сегодня в 6.30 утра кто тебе сообщил господи да у нас весь театр только об этом и говорит все актрисы зарен и артисты из-за помин души пьют пойдем Анатолий выпьем поступочки нет нет этим гудящим актером только бы случай подвернулся за что им выпить я спешу домой у меня странно заплетаются ноги словно несу очень тяжелый чемодан не кретина уже все знает я понимаю это по ее глазам сухим расширенным и опустевшим надо Толе дать телеграмму да напиши напиши ты я будь добра не умею я этого делать ничего же тут не уметь ну напиши так и молчит она она тоже не знает какие в эту минуту нужны слова по-моему Нюша надо позвонить сначала в Москву пыжовой или сарушки а вдруг спутница моей жизни безнадежно машет рукой сейчас в театре я подписалась под коллективной телеграммой какие какие уж тут могут быть вдруг и наконец вытирает пальцем первую скупую слезу минут через десять междугородная соединяет меня с пыжовой в этот недомашний час она неожиданно оказывается дома Ольга ты говорит Анатолий это верно что закончить фразу слава богу мне не пришлось да иди ты к чертовой маме Нюша Нюшка кричу я захлебываясь от счастья Ольга ругается что ругается ого как настоящая леди в сущности это была цитата из Шекспира может быть вы помните слова Генри Перси выругайся Кэт хорошим крепким ругательством как настоящая леди дай длинный трубку дай передаю вот что выясняется довольно быстро пыжова замучил проклятый телефон дребезжит с самого раннего утра разные москвичи задают тот же дурацкий вопрос это верно что а Василий Иванович еще третьего дня перебрался из Кремлевки домой и сейчас хохотом читает телеграммы 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 вооружающие соболезнования по поводу его безвременной кончины неясно только одно каким образом вся наша немаленькая страна в течение нескольких часов узнала об этой качаловской безвременной кончине мистика говорит не критин а разве не мистически путешествует анекдот сегодня скажем в полдень Ося Прут обмолвился им в киностудии а к вечеру этот его анекдот уже гуляет по Ленинграду Одессе Киеву мистика отзываясь Примерно через неделю я был вызван в Москву комитетом по делам искусств опять собрались запрещать мою пьесу скучная история повторяющаяся из года в год у чиновников комитета это называется помогать драматургам в работе приезжаю в Москву устраиваюсь в гостинице оставляю чемодан в номере и прежде комитета и дух Качаловым в коридоре встречает меня Василий Иванович он с суконной синей пижаме с святыми шнурами на груди в мягких клетчатых туфлях гладко выбрит подстрижен ниже обыкновенного это всегда молодит от него пахнет крепким тройным одеколоном запах мужчины чуть изменив классику он жизнерадостно баритонит умерший тебя приветствует в углу на банкетке стоит большая именинная корзина из-под шампанского и фруктов доверху наполненная телеграммами а нашей здесь нет с гордостью говорю я не поймал на удочку сорвался карась эх чего тут хвастать просто бездарен я в этом деле не умею выражать соболезнований в кабинет входит Нина Николаевна да уж конечно подергивает она плечиком если и по-настоящему умрешь ты не пошевелишься подать телеграмму не пошевелюсь Ниночка поэтому не умирай не советую а я и не собираюсь друг мой и прихрамывая она бегает вокруг письменного стола что-то на ходу переставляя и перекладывая на нем к огорчению хозяина но он мужественно это выдерживает я спрашиваю Качалова что же все-таки было что за безвременная кончина была она только генеральная репетиция а скорый спектакль да ну тебе Василий Иванович и Нина Николаевна прихрамовой выбегает из кабинета после завтрака мы с Качаловым отправляемся в Александровский сад Литовцева напутствует ты Василий Иванович на воздухе не дыши не дыши а носом можно нет нет и носом нельзя ничем нельзя а то опять воспаление легких сватишь ведь хуже ребенка малого начнешь на ветровый весь голос фауста читать сейчас же дай слово что не раскрой шерта пусть Анатолий свои стихи декламирует а ты Василий Иванович только слушай клянись в чем Нина а в том что ни разу не раскроешь рта но если я задохнусь задыхайся на здоровье это тебе полезно от Брюсовского до Александровского сада рукой подать но мы идем долго через каждые 10 шагов приходится минуту другую постоять Василий Иванович раскланивается благодарит отвечает рукопожатием на рукопожатие поцелуем на поцелуи незнакомых людей радующихся его воскресенью из мертвых интересно однако кто первый этот слушок пустил любопытствую я артист конечно благодушно отвечает Качал похоже на то как-то видишь ли температура у меня упала до 35 градусов один артист узнал об этом от нашей Нины побежал в пивнушку а за столиком сидел второй артист Петенька кинулся к нему первую беда Качалов подходит в камергерском второй артист подлетел к третьему Коленька друг трагедия это какая Василий Иванович помер и пошло поехало они же знаменитые преувеличители эти господа артисты о обрадовался я фантазеры эффектеры садимся на скамью и сине-черная ворона гаркает над нашими головами пра 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 слышишь поэт она говорит правда 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 вот Вася еще один артистический рассказ набежал что про говорящую ворону которая вмешалась в нашу беседу Качалов хохочет стоп стоп останавливаю я тебе не разрешено рта раскрывать на кремлевской башне звенят черные куранты с золотыми прыгающими стрелками моя мысль отвлекается к общему я сетую ох и подозрительная наука это про что Анатоль да про историю она так же треплется как товарищи актеры история да история историческая наука наивные легковерные люди так ее называют треплется говоришь конечно превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт к премьеру сеньор ну хотя бы об Иисусе Христе существовал довольно интересный человек слегка эпатируя он гуманно философствовал в неподходящем месте в иудее среди фанатичных варваров если бы то же самое он говорил в Афинах никто бы и внимания не обратил а варвары его распяли так поступает во всем мире и в наши дни только распиная теперь не на деревяшке а на газетной бумаге разница в сущности пустяковая возражаешь? нет не возражаю да уж ты мне Вася поверь болтливая старуха история мало чем отличается от актеров только что тебя похоронивших Качалов умел великолепно слушать для больших артистов это так же обязательно как великолепно говорить только еще трудней шла финская война по улицам Ленинграда люди ходили ссутулившись как во время сильного дождя с вечера город погружался в раздражающий мрак тебе можно папа? конечно Кирка входит целует меня в затылок берет газету берет со стола папиросу закуривает и садится на низкую скамейку возле потрескивающего камина это теперь его любимое место что скажешь Кирка? да все тоже папа а именно война ну а она папа действует мне на нервы словно кто-то омерзительно скребет ногтем по стеклу так бы и дал в морду не воюй но и дай кому человечеству которое еще не поумнело хотя и живет на этом комочке грязи не первые тысячи лет к сожалению папа Яни Бернард шоу неужели? да и он только гладит по щекам а не бьет по физиономии Кирка глубоко затягивается Валя мне не звонила по телефону нет он бросает окурок в камин может быть Шура подходила к телефону и кричит Шура Валечка мне не звонила нет между его бровей ложится тоненькая морщинка тебя Кирюха это волнует как будто тогда позвони ты Валечке не желаю со двора раздается резкий дребезжащий свисток это пожалуй нам свистят говорит он шторы плохо задернуты в наш век мир предпочитает темноту и задернув поплотнее шторы он добавляет мы потерянное поколение пап а уже это литературщина терпеть ее не могу и добавляю бодрей Кирюха бодрей держи хвост пистолетом 4 марта Кира сделал то же что Есенин его неудавшийся крест родился Кира 10 июля 23 года в 40 когда это случилось он был в 9 классе на его письменном столе среди блокнотов и записных книжек я нашел посмертное письмо дорогие папка и мамка я думал сделать это давно целую Кира в глубокой старости благополучнейший Гетте сказал что за свою длинную жизнь он в общем счете был счастлив не больше 15 минут моя жизнь не так уж благополучна но счастлив я был больше 15 минут однако ни разу не мог сказать сегодня я самый счастливый человек на земле а вот в страшные мартовские дни я был убежден что среди миллиардов людей населяющих землю я самый несчастный человек в том же конечно была уверена и мать Киры друг мой живу как во сне не разговаривай строго вот бы поверить мне в этого глупого бога все время вспоминаю разговор с Ольгой Ивановной Пыжовой о счастье вот оно вот оно и нет его из киркиных записных книжек тетради и блокнотов почти без выбора поздно поздно вечером я возвращался домой на дворе прислонившись к стене стоял пьяный он был маленький лысый рядом в грязи валялась его шапка пьяный стоял и плакал к нему подошел мальчишка и ударил его по лицу за что так пьяный плакал он чувствовал что его жизнь горька как дешевая папирос он побежал за мальчишкой другой мальчишка дал пьяному подножку и тоже ударил его пьяный упал в лужу стукнулся головой об асфальт мне показалось что люди все таки очень жестоки я занимаюсь немкой у нее серые грязные волосы и нависшие брови она побывала в Париже в Лондоне в Берлине в Риме даже в Шанхае а сидит и рассказывает мне старые сентиментальные истории из учебника немецкого языка будущее поэзии если у нее вообще есть будущее заключается в коротких лирических стихах которые можно будет успеть прочитать стоя в небольшой очереди за хлебом не надо употреблять слов всегда и никогда за них мы не можем ручаться давно забытое свиданье многоречивое прощанье в нас вызывают легкий шум приподнятой цельность дум скептическое замечанье я сижу один и мне хочется чтобы кто-нибудь позвонил поздравил с новым годом зачем скрывать именно чтобы она позвонила и сказала издалека Киру можно в эту минуту я слышу телефонный звонок я бегу перескакиваю через тахту и хватаю трубку алло Киру можно это я Кира не Киру а Шуру Шура наша домработница слово грусть вызывает у меня тошноту всякий дряной поэтишка недалекий составитель романсов глупый человечек старается скрыть недостаток мысли и чувств словом грусть секрет театральности Шекспира в том что он своими метафорами рассуждениями и мыслями не тормозит развитие пьесы а наоборот ускоряет на ночь приходили меня целовать папа и мама сначала целовал папа и обязательно в лоб потом мама в щеки и губы мама целовала так как будто прощалась надолго и не могла насмотреться я хочу чтобы Валя была около меня и чтобы она любила меня а если нет то и не надо можно и так презирал любил ненавидел возмущался восторгался и это в течение одного какого-нибудь дня даже в течение часа иногда мне кажется что я не способен чувствовать всякое возникающее во мне чувство я стараюсь проанализировать и разобрать по винтикам и оно делается каким-то мелочно ничтожным им нравились фотографические карточки где они совершенно не были похожи на себя эти карточки награждали их чертами которых у них не было и они начинали верить в них воображать что они действительно ими обладают я все время думаю о ней о чем она сейчас думает вдруг она сейчас с кем-нибудь танцует вдруг кто-нибудь обнимает сейчас ее а нет не может быть она наверное с родителями по-моему я довольно мелкими шагами иду к славе но мне еще мало лет успеется женщина вспоминает дни которые ушли она видит их перед собой такими какими они были с той разницей что в хороших днях она опускает плохие мелочи а в плохих днях хорошие а вдруг я бездарный вдруг я действительно бездарный вдруг все мечты разлетятся нет этого не может быть а вдруг и это вдруг растет увеличивается делается совершенно вероятными и отчетливым кажется что оно и случится в жизни ну нет тогда я покончу самоубийство но я чувствую что это самоубийство сплошная литература и никогда я не сделаю этого становится совсем тяжело неужели неужели даже наединение можешь быть искренним нет не могу я могу быть искренним когда говорю с другими тогда это у меня получается а наединение ничего не выходит самое философствующее пьесе то есть в гамлете действия не меньше чем в любом авантюрном романе когда ей исполнилось 16 лет какая-то чертова сила потянула ее к мужчине сначала ей нравилось разговаривать с ними потом ей стало нравиться сидеть с ними рядом потом она стала прижиматься к ним а потом она уже захотела чтобы ее обнимали оставляя две копейки на стеклянной тарелочке кассы они уходят с таким видом будто подарили 100 рублей я ехал в Москву и оттуда в Крым в Коктебель я очутился на верхней полке и смотрел на женщину которая сидела против меня на нижней полке у нее были красивые ноги и узкий носок туфли как я понял из разговора она была актрисой камерного театра к ней подошел мужчина по-моему тоже актер и сказал что купил консервы и что везет их домой женщина запрыгала вокруг него запищала и очень неуклюже старалась изобразить маленькую девочку как это любят делать многие женщины мужчина растерялся начал заискивающе улыбаться и отдал ей одну банку она заплатила ему за нее долго роясь в сумочке мужчина взял деньги сначала отказываясь хотя протянутая рука сразу выдала его видно было что они небогаты мужчина долго еще говорил о консервах о том как ему удалось достать эти несколько банок как он рад что взет их домой я улыбнулся потом еще долго не мог заснуть мне почему-то жалко было этого актера с его консервами очень часто героем романа является идея автора она смотрелась в каждое оконное стекло и перед каждым стеклом поправляла шапочку и под слюням левала брови а когда проходила мимо подвальных стекол любовалась своими ногами нечто вроде болезни постоянное желание видеть себя она смотрелась даже в чайник в кастрюлю полированной поверхности буфета шкафа и столов из красного дерева всюду где можно было увидеть собственное отражение о своей тени она боялась потому что думала тень делает меня смешной конечно неприятно осознавать что вы уйдете исчезнете провалитесь в ничто а ваши знакомые будут есть спать целоваться стонать веселиться грустить и говорить фразы но что делать мы только люди то есть высшие животные класса млекопитающих преклоняйтесь перед гамлетом лучшего создать невозможно мы с ней шли под руку по только что выпавшему снегу и он хрустел под нашими ногами как огурец он мог бы сказать я родился случайно как плохой сюрприз недоумевавшей матери никто не ждал его никому он был не нужен а только мешал он старил уже состарившейся женщиной и неприятно тревожил спокойного мужчину своего отца иметь дело с женщиной иногда счастье с двумя сущей бедствия она говорила что Мапасан хороший писатель и при этом хитро просматривала говорила что Шекспир великий что Байрон гений что Пушкин замечательный но стихов не любила считая что предложение в них составлено неправильно она была такой же как и все говорила то же что все и совсем не была повинна в этом я хотел бы положить голову к ней на колени и лежать так а ведь больше всего не люблю сентиментальность годы как столбы ужасно похожи один на другой хотя некоторые бывают и повыше в этом году я ехал в Москву один в этом году я стоял на площадке до часу ночи в этом году я курил папирос этот год был немного повыше я чувствовал себя взрослым и от этого чувства я понимал что еще ребенок Кире казалось что он похож на Байрона он и в самом деле был несколько похож на него но гораздо больше на мать хотя и без ее мартышкости а чтобы сильнее подчеркнуть приятное сходство с автором Чайльда Гарольда он носил отложные белые воротнички наружу а не внутри под ту журку и тормошил темные волнистые волосы чтобы они были еще волнистей фигурка же у него была моя безбедра тонкая прямая но я длинный а он вероятно был бы чуть повыше среднего роста впрочем ребята очень вытягивается после 16 лет сейчас проклинаю свою идиотскую слюнявую интеллигентность так называемую интеллигентность ведь я не только никогда не позволял себе войти в Кирину комнату без стука или порыться в ящиках его письменного стола но даже не заглядывал в тетради дневнички если они лежали по случайности раскрытыми то что он писал роман писал короткие рассказы стихи мысли драму Робеспьер явилось для меня полнейшей неожиданностью работал он много тщательно со многими черновиками и вариантами кропотливо отделывая фразу подыскивая то единственное слово сплошь и рядом коварно скользающее без которого фраза неточна или мертва для каждого человека своего будущего романа у Киры имелась тетрадь с подбором поступков выражений черточек характера и бытовых деталей на полях то и дело стояло мало мелочей больше мелочей до сих пор я не могу понять где он брал время на такую работу школа теннис зимой тренировался на закрытом корте немка англичанка француженка которая у него сидела по два по три часа наконец театр кино и шумная ватага веселых друзей являвшиеся к нему поздним вечером вероятно мальчуган очень мало спал среди его рукописи я обнаружил и новеллу страшную новеллу о том что он сделал с философией этого с психологическим анализом с мучительно точным описанием как это делают боже мой почему я не прочел эти страшные страницы прежде вовремя уберечь можно можно ему же и семнадцати еще не исполнилось впрочем в древнем время мужскую тогу надевали даже несколько раньше тропинк альберик подойду к окнули лежу стою вот милая и протолкнули мы жизнь свою отцы матери умоляю вас читайте дневники ваших детей письма к ним записочки прислушивайтесь телефонным разговором входите в комнату без стука ройтесь в ящиках шкатулочках сундучках умоляю не будьте жалкими трусливыми интеллигентами не бойтесь презрительной фразы вашего сына или дочери ты что шпионишь за мной это шпионство святое еще никогда не забывайте что дети очень скрытны закрыты закрыты хитро тонко умело упрямо и особенно для родителей даже если они дружат с ними почему закрыты да потому что они дети а мы взрослые два мира причем взрослый мир при всяком удобном и неудобном случае говорит я большой я умнее тебя а малый мир в этом сомневается и порой довольно справедливо сомневается перед тем как это сделать Кира позвонил ей по телефону они встретились на Кирочной где мы жили и долго ходили по затемненной улице туда и обратно и он сказал ей что сейчас это сделает она поверив отпустила его одного только позвонила к его другу Крокфеллеру тот сразу прибежал но было уже поздно домработница Шура в это время собирала к ужину а мы отправились прошвырнуться прошвырнулись до Невского думали повернуть обратно но потом захотелось еще квартальчик была звездная безветренная ночь мороз не сильный этот квартальчик все и решил мы тоже опоздали всего на несколько минут многие спрашивали Кира это сделал из-за той девчонки нет нет вообще мне кажется что человек не уходит самовольно из жизни из-за чего-то одного почти всегда существует страшный круг смыкающийся постепенно это ужасно говорит человек сам себе и это ужасно и это и это и стреляет себе в сердце принимает яд или накидывает петлю не слишком задумывающиеся люди принимают за причину наиболее доступно их пониманию это причем особенно для них убедительно я даже решил сказать привлекательно человек убил себя из-за любви могут ли теперь мои стихи быть веселыми не кретиной с тобой нежная подруга и верный друг как цирковые лошади по кругу мы проскакали жизни круг война немцы в бинокль видели золотой купол московской колокольни Ивана Великого и без бинокля простым глазом адмиралтейскую иглу сверкающую над Ленинградом они взбирались на Машук пытались лечить свои сифилисы в Пятигорске валялись на Ялтинском пляже и мыли в Волге свои мотоциклы а сегодня мы их моем в Эльбе это ход истории кстати довольно банальный ход пожалуй на острове святой Елены подобная мысль и Наполеону приходила в голову а раньше того шведскому королю Карлу двенадцатому ускакавшему из России в Турцию верхом на лошадь а может быть эта мысль и не приходила вероятно и Наполеону и Карлу двенадцатому не приходила ведь головы-то у них были генеральские Наполеон вероятно наморщил свой лысый лоб тяжело думал если бы я при Ватерлоу бросил гвардию на левый фланг и так далее а Карл двенадцатый грыз самого себя черт поверить дернуло же меня при Полтаве и так далее какой идиотизм голова Адольфа Гитлера меня не интересует вернувшись из эвакуации Василий Иванович Качалов зашел ко мне в номер гостиницы Москва по стихам Анатолия соскучился новенькие имеются имеются не почитаешь ли с удовольствием по своей всегдашней манере он подпер ладонями гладко выбритые скулы в тот день я бы не сказал что они выутяжены горячим утюгом война эвакуация повторяющиеся и повторяющиеся воспаление легких плохой утюг плохой массаж лица перед тем как заняться стихами мы разумеется поговорили о наших победах на фронте отлично понимая всю необходимость этой кровавой драмы радуясь сокрушению мерзкого фашизма я относился к существованию войны в моем веке с неиссякаемой ненавистью кровно унаследованной от покойного отца внука в залезах на лбу сорок втором номере ботинок и в мыслях и в страстях и во вкусе и бог ты мой как грустно если человек наперед знает что ему не в ком жить после своего ухода я и врагу своему не пожелаю этого ну товарищ стихотворец начали читаю от свиста этого меча потух мой дух как в сквозняке свеча осталось теориновое тело которому ни до чего нет дела следующее читаю наш век мне кажется смешным немножко когда кончается бомбежка следующее войне давайте так условимся мадам свою вам жизнь извольте я отдам но руку нет простите не подам пусть нас рассудит время и потомство с убийцами я не веду знакомство следующее когда война легла как мгла когда легла навек мой тенью прилично опоздав и я пришел к высокому презренью следующее и человек и человек летит со счетом и человек уплатит этот век с широкой щедростью из пулемета следующее неужели все непременно и в этот мрак живи живи дурак следующее есть последнее я ставлю душу ну то суйка издавай насмешливый партнер так потяну еще еще одну довольно хватит перебор черт побери какое невезенье я рву и комку и крапленые листы вот так игралась и продулась ты мое шизофреническое поколение следующее читаю мир в затемнении черное в окне и жизнь моя напоминает мне обед что получаю по талону из милости дарованный обед к нему признаюсь вкуса нет следующее понять простить но я не внемлю бог не дал мне тишайших сил я понял все и не простил мою запятнанную землю так не простил бы я жену мне изменившую однажды так не прощаю я войну с ее неукротимой жаждой следующее не хватит ли читай и не разговаривай вот эти горькие слова живут писатели в гостинице москва окружены официантской службой любовью без любви дружбы без дружбы а чтобы витать под облаками закусывают водку балыками следующее приказывает величайший из стихолюбов а ну со смертью будем храбры ведь все равно возьмет за жабры после чего он вытащил из наружного кармана пиджака вечное перо а из внутреннего записную книжку к темно-синем переплете перепоясанной резинкой диктуй все подряд конечно я повиновался он снял резинку старательно записал стихи и сказал стало быть а ну со смертью будем храбры что ж попробуем что попробуем да вот быть храбрым с ней не дури Вася опять перепоясав резинкой книжку он бережно ее спрятал представимый друг я только сегодня узнал что умер Шершеневич где-то у черта на куличках в Барнауле подтвердил я он туда эвакуировался из Москвы вместе с камерным театром да Таиров с Алисой его и похоронили почему Таиров с Алисой его хоронили все камерники Качалов повертел в пальцах вечное перо как на сцене вертел карандаш играя ведущего в Толстовском воскресенье Алиса сказала бедный Дима ужасно не хотел умирать он очень любил жизнь да очень я тоже ее очень люблю тихо признался Качалов и тоже вероятно ужасно не захочу умирать надо было чуть пошутить а тебе Вася и не придется ты уже бессмертен ну да бессмертен бессмертный дружище только граммофонные пластинки которые третьего дня я гнусно наговорил и голос то на пластинках будто не мой а из пустой бочки голос огромной пустой бочки мне это понравилось голос с бочки Василий Иванович в редчайших случаях был доволен собой да нет друзья мои я сегодня паршиво играл частенько жаловался без всякого кокетства Шершеневич не выходил из головы и умер то он непонятно от какого-то миллиардного туберкулеза качало широко развел руками у него и в жизни были крупные жесты редкие но крупные туберкулез и Шершеневич не укладывается то в мозгу не вяжется одно с другим да не вяжется коротко ответил я мне всегда было стыдно говорить высокие слова но иногда хотелось и тогда я говорил пышно конечно так в уме говорила не в слух и сейчас захотелось поговорить пышно я произнес в уме Шершеневич был похож на свой портрет высеченный из камня на портрет в римском стиле императорской эпохи туберкулез и Шершеневич повторил качалов он любил повторять слова фразы думается это было в актерской природе от привычной работы над ролью Шершеневич умер от туберкулеза черт знает что лечили от одного сказал я а умер он от другого неужели вот негодяй это частенько случается лечит скажем от вирусного гриппа оказывается рак Диму лечили от тифа а умер от миллиардного эскулапы а знаешь мой друг чем теперь меня спасают усмехнулся качалов мочой беременной женщины ого в задницу эту мочу каждый день впрыскивает от какой же болезни от всех сразу и он назвал имя модного врача который в те годы лечил этим могучим средством самых знаменитых в Москве людей вот шарлатан воскликнул я ну да для чего же Вася ты позволяешь дурачить себя а я видишь ли друг мой люблю шарлатанов я их и в театре люблю он не называл имен но я сразу понял в чей огород камушек я в жизни люблю шарлатанов они талантливые а вот всякие там академики качалу махнул рукой до революции у врачей одно верное средство было здорово помогало какой же это сюртук придет этакий важный дядя в черном сюртуке ниже колен от хорошего портного и грустно улыбнулся вспомнив врача который лечил покойную маму придет пощупает пульс серьезной рожей и сразу тебе лучше даже температура у меня спадала честное слово от этих сюртуков я и при воспалении легких быстро выздоравливал не то что теперь то и дело по месяцу и больше в кремлевке валяюсь он снова завертел в пальцах вечное перо стало быть друг мой испугавшись что гость опять процитирует мое злосчастное двустише я попытался перевести разговор в 20-х годах Шершеневич работал вместе с Таировым ведал у него в театре литературой и на приемных экзаменах в студию сидел полевую руку от Александра Яковлевича экзаменующиеся мальчики и девочки с косичками это сразу учли иметь девес еще бы они смекалисты эти мальчики и девочки и вот все как один сказал я перед экзаменационным столом читали нараспев другим надо славы серебряных ложечек другим стоит много слез а мне бы только любви немножечко до десятка два папирос василь иванович тут же продолжил своим зачаровывающим голосом знаменитое стихотворение Шершеневича а мне бы только любви вот столечко без истерик без клятв без тревог чтоб мог как-то просто какую-то олечку обсосать с головы до ног ах Шершеневич Шершеневич и мы оба с нежностью посмеялись над лирикой тех неповторимых лет после чего Качалов скинул правую бровь так была она скинута у него в анатеме Леонида Андреева эту роль он играл потрясающе как говорят нынешние театралы Качаловская анатема живет и поныне в моем воображении живет прочно словно с этим хозяином преисподней я знаком ближайшим образом даже лучше чем со спасителем Леонардо из Тайной Вечери а какой был блестящий оратор Вадим Габриэль сказал Качалов ого я собственно лучшего не слышал да лихо говорил как бог другие в Москве называли Шершеневича этот имаженистский цицерон Качалов опять развел руками и вот закопали Вадима Габриэль у черта на куличках закопали в Барнаульской яме как будто лучше и легче когда нас закапывают в московских и ленинградских ямах стало быть друг мой а у тебя Вася еще имеется монокль в жилетном кармашке спросил я чтобы отвлечь своего гостя от проклятой цитаты со стеклышком в глазу вернулся Качалов советскую Россию и заграничного турне по Европе и Америке имеется а как же вставь пожалуйста поучиться хочу противно стариковские очки на нос надевать а уж пора эх ты Дэнди и он элегантно подбросив стеклышко вынутое двумя пальцами из жилетного кармашка поймал его глазом блеск Качалов опять поднял бровь стал ясным что все мои старания напрасны от разговора о гибелях не убежать а Николай Церетелли почему же ты молчишь про Церетелли Алиса сказала что он скончался у вас в Вятке я кивнул головой подобно Некретина и Церетелли ушел из камерного театра и тоже в Ленинград Нюша поступила в БДТ а Николай в комедию Какимову замечательный артист скончался Качалов вздохнул какой великолепно был король Орликин А какой Мораскин в жарафле жарафля Мне так двигаться и во сне не снилось Ты же Вася Гамлета играл да Ивана Карамазова а не у Таирова в оперетке А что я бы с удовольствием и в оперетке потанцевал Это тоже прямое наше дело комедианское дело Но вот Господь не дал этого таланта Обидел тебя Господь обошел талантом Серьезно Я взглянул на него искоса Он действительно говорил серьезно Впрочем Николай Церетелли в самом деле двигался по сценической площадке необыкновенно Я об этом и раньше упоминал А сейчас мне снова захотелось сказать пышно и я сказал Разумеется в уме Молодым оленям сказал я Следовало бы поучиться у Церетели красоте движения А как же он попал к вам в вятку Эвакуировался спросил Качал Из голодного Ленинграда эвакуировался Да с Акимовской комедией Мы с Нюшей встречали их на вокзале Все артисты выходили из вагонов сами серые как тени Пиджаки висели на их плечах как на слишком маленьких вешалках Но все-таки повторяю все выходили из вагонов сами А Церетели одного Церетели вынесли на носилках Он уже не мог ходить Он лежал на спине подложил правую руку под голову и изо рта у него торчал кусок бутерброда с вареной колбасой Это было очень страшно Представляю себе промолвил Качалов На другой день мы с Некритиной навестили Церетель Теперь Николаша сказал я На наших вятских хлебах ты начнешь сразу поправляться Он попытался ответить с улыбкой Нет не начну Уже поздно Фенита ля комедия Я конечно что-то сказал то что все говорят в таких случаях Анюша положила плитку шоколада на больничную тумбочку В ногах его койки стояла немолодая нянечка в больших металлических очках на совершенно круглой розовой картошке зажатой скулами Нет нет примите ка свой гостиниц распорядилась она примите примите имем нельзя кушать имем полную ночь худо было отчину значит стошнило имем как воробью дозволено кушать по зернышку по крупиночке а в поезде колбасу поднесли это после страшного то голода в блокаде вот какие у вас некультурные люди да разве имем можно колбасу примите примите гражданочка свою конфетинку нянечка скомандовала это на чистом вятском языке везде говоря имям вместо им коренных вятичей мы так и называем имямы да имямки а хорошеньких имямочками циротели опять попытался сказать с улыбкой финита ля комедия а я опять попытался возразить ему как это делает почти все в таких случаях тогда он вытащил из-под одеяла руку закатал рука в больничной рубахе со штемпелями и показал нам эту свою руку право я никогда не видел ничего более страшного это была голая тонкая кость обтянутая темным старым пергаментом и ничего больше ничего кроме кости и пергамента теперь Анатоль ты понимаешь почему финита ля комедия скелеты не возвращаются в жизни так ведь нянечка хорошая женщина только поправила очки на носу она еще не научилась врать как полагается медицинскому персоналу да и всем интеллигентным людям само собой мы навещали Церетели ежедневно иногда перешагивая через трупы которые лежали прямо на полу в длинных коридорах но в конце недели неожиданно все-таки неожиданно нашли на койке Николая Михайловича другой ленинградский скелет вот Вася вот дорогой как дело было я закурил а Качалов только сказал да финита ля комедия меня не слишком интересовали Ершов изображающий князя Нехлюдова и Еланская в арестантском халате Катюши Масловой бог с ними третий раз я пришел на воскресенье в художественный театр ради Толстого ради странного Льва Николаевича без толстовки без седой раскольничьей бороды без библейской пророческой лысины без длинноволосых грозных бровей над пронизывающими маленькими глазами бывший настоящий граф как сказали бы нынче и ростом не вышел дубовое жилище его как известно было длиной в два аршина девять вершку и говорил он жиденьким теноровым голосом яснополянская старушка крестьянка так про него говорила он при жизни то последние годы такой был худенький да маленький чем душа держалась износил он тело то свое здесь на земле и добавляла в утешение а там оно ему не понадобится а лев толстой художественного театра был высок красив брит золотистый рожеват с нечетким пробором и очень элегантен в мягкой домашней куртке аристократические пальцы с изящной небрежностью играли тонким длинным карандашом искусно точен и говорил он покоряющим голосом Россия Европа и Америка называли его органом совершенным органом и уж нисколько разумеется не пришептывал подобно Саваофу у которого по свидетельству Гольденвейзера слово лучше звучало как Лутся а слова первое зеркало произносил первое зеркало скрипку называл скрипкой а вместо три рубля говорил три рубли и так далее впрочем я считаю что это страшно и губительное для актера дело владеть совершенным органом и еще губительнее говорить совершенно правильно вспоминаю замечательного Певцова он был заикой вспоминаю Мгорина Горяйнова неповторимого и в драме и в комедии он был шепелявым а Михаил Чехов право его бы никогда не взяли в протодиаконы даже в наш Тензинский кафедральный собор куда там признаюсь еще я очень люблю когда средне хорошие актеры играют больными то ли у них не смыкание связок то ли трахеид то ли попросту голос сел потому что наглотались ледяного пива или перекричали играя Шиллера да чего же они тогда делаются на сцене человечными говорят тихо сдержанно умно к сожалению это бывает не часто не часто они играют больными и так все было не то у Качалова Мхатовского Льва Толстого и голос не тот и лицо и рост и жест и костюм этому Мхатовскому Толстому валить на себя шкаф делая несвойственную годам гимнастику а потом записывать в дневнике то-то дурень не тот как будто не то право а был он тот именно тот и все это было то потому что главное самое главное было то мысли Толстого стали мыслями Качалова толстовская душа Качаловской душой душа сердце эти слова всякий раз мне писать неловко какие-то сладенькие они лет через сто думается они станут совсем старомодными как в городе лошадь когда Качало вышел на сцену весь театр встал и с умилением несколько минут бил в ладоши а не вовремя бить в ладоши в этом театре запрещалось к несчастью тот кто запрещал окончательно успокоился отволновался от запрещался во время войны МХАТ играл в Куйбышеве артисты тогда любили говорить вот прилетит сюда немец бросит на нас бомбу и здравствуй Константин Сергеевич есть такое выражение актерское чудо я в своей жизни немного их видел Михаил Чехов Хлистоков Хмелев Каренин Певцов император Павел Качалов Иван Карамазов Качалов Карено Качалов Барон из надне Качалов Лев Толстой при марке инсценировщика ведущий всякий раз это было актерское чудо Василий Иванович Вы счастливец Вам дан природой высший артистический дар так в 35 году написал Качалову их театральный бог Ленинград громадные хрустальные люстры отражаясь в толстых мраморных колоннах заливает зал филармонии праздничным потоком искусственного света Партер и хоры густо усеяны головами Плотная толпа замазывает черной краской широкие коридоры за креслами Выходит Качалов зал встает встают хоры Лермонтов высказал Рукоплесканьями гремит широкая арена Качалов кланяется зал и хоры стоят Качалов кланяется 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 но надо же когда-нибудь начать и он начинает Толстой Достоевский Шекспир Байрон Гетте Блок Есенин Нет он не читает Толстого Достоевского Шекспира Байрона Гетте Блока Есенина Качалов читает себя Солнце Солнце Голуби Мира Божия Данная для блага всех существ Красота располагающая к миру согласию и любви Освященно и важно то что они сами выдумали чтобы властвовать друг над другом это он это философ Качалов стоящий тут перед нами на фоне длинных серебряных труб филармонистского органа это Василий Иванович Качалов любит человеческую жизнь и красоту мира Божия только я в эту цветь в эту гладь под тальянку веселого мая ничего не смогу пожелать все как есть без конца принимая принимаю приди и явись все явись в чем есть боли от рады мир тебе отшумевшая жизнь мир тебе голубая прохлада это не Сергей Есенин а Качалов и опять рукоплесканьями гремит широкая арена наклонясь к Некритина я шепчу вот тебе нюха и эстрадник ух какой великий эстрадник Василий Иванович внутренне давно ушел из художественного театра он даже говорил они работающих вернее служащих в невысоком серозеленом доме с чайкой над входом Станиславский пугал ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться как художественный он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля и ничего от него не останется над этими словами надо бы призадуматься когда смерть подошла и встала возле примятых подушек Качалова опершись на невысокую спинку его больничной кровати Василий Иванович не надевая пенсне ясно ее увидел а знаешь Нина очень тихо сказал он мне уже это не страшно но и не любопытно Нина Николаевна с сухими губами при палке в руке потом постаравшись улыбнуться он сказал голосом почти лишенным звука а ну со смертью будем храбры ведь все равно возьмет за жабры Нина Николаевна заплакала она плакала и рассказываю мне это Качалова нет я не в первый раз без него сижу в его кабинете и всегда сжимается сердце до чего же он не похож на его кабинет словно не только переставили мебель перевесили картины убрали из-под стекла книжного шкафа фотографии его друзей но и переменили воздух Качаловский воздух ушел из дома вслед за Василием Иванович я спорю с его сыном нет Дима не могу не могу с этим согласиться нельзя было сжигать его дневники отец перед смертью взял с меня честное слово что я это сделаю это история всей жизни Качалова он писал их десятки лет писал почти ежедневно мне пришлось сжечь два больших сундука они стояли на даче на Николиной горе ужасно это была его последняя воля но если бы Шекспир завещал сжечь свои сонеты и вы сын его вообразите это вы сожгли бы их я не сын Шекспира это мне известно поэтому я и сказал вообразите это не могу вероятно у меня нет воображения и молчит вы Дима прочли их он молчит вы прочли эти дневники от первой до последней строчки и не колеблясь сожгли почти не колеблясь сожгли историю его ума его души его сердце отец был гораздо умнее крупнее и сердечнее чем его дневники они никуда не годились плохие жалкие кроме того повторяю еще раз я дал честное слово умирающему отцу вы знаете Толя что он умирал в полном и глубоком сознании только в последние дни отец примирился со смертью примирили физические страдания он принял ее как избавление что значит Дима это ваше честное слово скажу больше что значит даже последняя воля более отца упрямо повторяет он даже отца может быть с точки зрения общепринятой морали я говорю сейчас кощунственные слова но ведь я чуть историк всю жизнь я возился с ней а дневники Качалова какие бы они ни были это история русской культуры моего века воображаю какие громы и молнии какие проклятия будут метать потомки на вашу бедную голову мы говорили долго страстно с болью с гневом порой со злобой но так разумеется и не переубедили друг друга так и не сговорились кто же из нас прав жизненная дорога Димы была нелегка белая армия эмиграция возвращение на родину война плен отец был уверен что он погиб мать хваталась за ускользающую от нее надежду и говорила говорила о сыне как о живом Василий Иванович слушался гаменевшим лицом потом ронял отмаялся Димка Нина Николаевна вскидывалась да что ты все отмаялся отмаялся это повторялось и со дня в день у Василия Ивановича было только одно слово отмаялся в 1942 Некритина с актерской бригадой большого драматического театра отправилась на московский фронт как-то бригада заночевала в деревне только что оставленной немцами неожиданно старая крестьянка сказала тут-то у нас немцы стояли с ними один наш был переводчиком стал молоденький такой белобрысенький уходя значит он попросил меня скажите мол нашим когда придут с освобождением что я мол живой я мол сын очень знаменитого в России артиста имя ему Качалов пусть мол наши скажут об том моим родителям меня мол увели с собой немцы это и сделала не кретина разумеется немедленно вот и не отмаялся Дима Нина Николаевна умерла в 1956 году у Мганнушкина это старинный московский сумасшедший дом незадолго до смерти у Мганнушкина в нервном отделении находился и Есенин Ольга Пыжова с дочкой с Ольгушей воспитанной в доме Качаловых навесила Нину Николаевну легенда называет Ольгушу дочерью Качалова это вздор это чепуха у Литовцевой в последние годы вырос горбик еще резче она хромала и словно усохла вся и стала желтая как березовый увядший лист пролежавший не один год в толстой книге увидав Ольгу и Ольгушу Нина Николаевна кинулась к ним обцеловала Ольгушу ставшую крупной красивой женщиной обняла Ольгу прильнула усовшим листиком головой к ее груди и горестно заплакала и стала умолять Оля возьми меня отсюда увези меня отсюда увези здесь страшно это сумасшедший дом а я нормальная совершенно нормальная а через минуту она уже не узнавала Пыжову это же Ольга это моя мама Ольга Пыжова Ольга Ивановна испуганно повторяла Ольгуша кто Пыжова Ольга Пыжова и глаза у Нины Николаевны налились кровью пальцы скрючились ноги превратились в когти злой птицы и она закаркала махая руками как большими крыльями зло зло Пыжова мне сделала много зла зла я молюсь словами Пушкина не дай мне Бог сойти с ума нет легче посох и с ума конец озвученной книги запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых читал Игорь Мурашко звукорежиссер Татьяна Иванова Киев 2003 год о дяде Толе Марингофе он не был мне дядей в буквальном смысле этого слова не был родственником но он был как родственник как любимый родственник и он и его жена актриса Анна Борисовна не критина тетя Нюша сколько я помню себя с того довоенного ленинградского детства столько я с тех пор и помню дядю Толю и тетю Нюш помню их дом квартиру с мебелью красного дерева с бюстом Пушкина с картинами эскизами их друга Тышлера с двумя борзыми собаками они были лишь до войны с фотографиями Сергуна Есенина он и дядя Толя в цилиндрах с деревянным креслом на кухне стилизация олярюс начала века смутно помню их сына Кирилла он дружил с моим старшим братом Вовкой уже после войны я узнал что Кирка красавец чемпион Ленинграда по теннису среди юношей талантливый поэт покончил с собой в семнадцать лет когда Вовка услышал эту страшную новость он вскочил с кресла где читал какую-то книгу скорее всего своего любимого Толстого и в сердцах воскликнул Ной дурак пройдет всего пять лет и Вовка погибнет на войне в возрасте двадцати одного года в марте 1945 года под Штеттином самоубийство Кирки Марингофа всегда будет незримо витать в нашем доме на канале Грибоедова и конечно в доме Марингофов Некритиных на Бородинке где они жили после войны повесился друг Сергун повесился сын Кирилл Страшная рифма в судьбе поэта и мажениста Анатолия Марингофа До свидания друг мой до свидания Милый мой ты у меня в груди Предназначенное расставание означает встречу впереди Означает ли вот в чем вопрос Самый главный вопрос вопрос вопросов очень хочется верить что все-таки означает и обещает всем нам встречи этими жив человек при жизни человек которому было дано любить кого-то как себя больше чем себя Мой отец Михаил Эммануилович Казаков и Анатолий Борисович Марингоф были с авторами нескольких пьес Преступление на улице Марата Золотой Обруч Остров Великих Надежд Пьеса Временки Спектакль по лучшей преступления шедшей после войны в театре имени Комиссаржевской с треском и постановлением закрыли в 1946 году Золотым Обручем в Москве в режиссуре Майорова открылся театр на Спартаковской и впоследствии драматический театр на Малой Бронной Этот прошедший около 300 раз подкормил после войны семьи Марингофов Казаковых На остров Великих Надежд в Питере в режиссуре Товстоногова в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола Марингоф и отец возлагали действительно большие надежды Пьесе и спектакли действовали Ленин Сталин Черчилль Рузвельт Спектакль вышел в 1951 году Папа и деда Толя решили лизнуть Положение их в литературе и в жизни было отчаянное Не печатали не переиздавали не платили Но как будет сказано впоследствии у Александра Галича Ох не шейте вы евреи ливреи хотели лизнуть одно место и оказались в этом самом месте Спектакль был разгромлен в правде и попал в постановление о драматургии Лизать тоже надо уметь ни отцу ни дяде Толе этого было не дано Ленинградский БДТ где тогда еще до Товстоногова играла тетя Нюша находился на гастролях в Одессе я школьник закончивший девятый класс и мечтавший об актерской карьере играл в массовках этого театра идя на спектакль я на заборе прочитал статью в правде и прибежав в театр взволнованно рассказал об этом не критиной она побледнела после спектакля мы сидели с тетей Нюшей и дядей Толей снимаемые ими квартире тетя Нюша строго сказала Мини ты собираешься стать актером запомни навсегда перед спектаклем никогда не приноси новостей актеру не читай газет не читай даже писем Марин Гофф меня защищал а чего это ему стоило в тот злополучный день бог ведает прозвище дяди Толи длинный он и в самом деле был длинный и худой папа маленький и округлый пат и поташон после войны у них были темные выходные костюмы из материалов полоску когда папа умер он лежал в гробу в этом своем лучшем костюме а дядя Толя приехавший с тетей Нюшей из Питера в Москву проститься с другом тоже был в своем лучшем потом он сказал это только я так мог оказаться в том же у дяди Толи было много друзей Таиров Качалов Эхенбаум Тышлер Берковский Шостакович Образцов в те послевоенные годы Марин Гофф был не только не в чести но на него многие смотрели как на человека прошлого ненужного давно прошедшего роман без вранья называли враньем без романа о циниках не слышал даже я пьеса в стихах Шонт Балакирев нигде не шла стихи поэта иммажиниста о котором Ленин сказал больной мальчик не то что не печатались не упоминались как он жил как они жили не понимаю еще мудряли смеяться шутить радоваться жизни иногда выпивать ухаживать слушать музыку рассуждать о Чехове Толстом до Спасосе ходить в кино любить театр искусство и друг друга лучшей пары чем Марин Гофф не Критина я никогда не видел не знал и наверное не увижу и не узнаю уже после смерти Анатолия Борисовича тетя Нюша мне сказала а знаешь как бы нам с Толечкой не было плохо днем вечером мы выбивали по рюмашке забирали свою семейную постель и говорили друг другу мы вместе и это счастье Марин Гофф когда Товстоногов перевел не Критину на пенсию она еще вполне могла играть но не стала Товстоноговской актрисой нового БДТ писал для нее маленькие пьесы Кукушка Мама и другие не Критина с молодой тогда Ниной Ольхиной и молодым Игорем Горбачевым их играли на эстраде в конце 50-х и я играл с тетей Нюшей Кукушку в Москве на разных концертных площадках стал популярным актером после фильма Рома убийства на улице Данте возил ее с собой по городам и весям нашей необъятной Каждый раз приезжая в Питер я, разумеется бывал в доме покойного Марии Нгоф И вот уже в 70-х Анна Борисовна открыла бюро красного дерева и дала мне заветное К тому времени уже было опубликовано кое-что из мемуаров Марии Нгоф в журнале «Октябрь» отрывки из романа с друзьями но оставались заветные написанные от руки тетради А.Б. и вышедшие за границей роман «Циники» Мы с женой едва уговорили уже престарелую Некритину дать нам возможность перечитать тетради Страх это проклятое рабское наследие еще давало себе знать Уговорили и перепечатали Я давал это читать в Москве друзьям Мне кажется что в жанре мемуаристики 20-го века Марии Нгоф из лучших в России Он дал непривычный тон стиль интонацию В этом он опередил свое напыщенное фальшивое время И много выиграл Теперь он с нами И после нас мой любимый дядя Толя Михаил Хазаков Хазаков Хазаков